Здесь я рассудил то, что умел делать, либо Я просто согрел, сказал, что здесь был выбор У меня была мечта, и было не до их игру Я всего лишь хотел обладить ее Я давно собирался в семьи, даже несмотря на то, что выпуск про годовщину образования Абайской области уже был прошлым летом Но, во-первых, глава нового региона Нурлан Уранхаев тогда так и не вышел к нам А во-вторых, было много претензий по тому выпуску, что я показал далеко не все И вот сейчас появился инфоповод Прошел ровно год после лесных пожаров семьи Урманы, когда сгорело больше 60 тысяч гектар леса и погибли 14 человек Поэтому перед тем, как еще раз прогуляться по семье и попытаться найти Уранхаева Съездим в одно из пострадавших лесничеств, чтобы посмотреть, как сейчас обстоят дела Ехать нужно было до села Успенка в Бородулихинском районе Дорога от Райцента до Успенки ужасная Наверное, поэтому некоторые пешком ходят Доброе утро! Доброе утро! Подскажите, откуда вы идете так рано и пешком? С Успенки С Успенки? Это еще сколько? 12 километров? И вы пешком идете? А почему? Ну, я полдороги с рабочей машины, на рабочей машине Так, а полдороги? Полдороги пешком А почему? Ну, так, по два Часто вы так пешком ходите? Да не сказал бы, что часто Вы фермером где-то работаете или как? Нет, сейчас на учебе На учебе? Учитесь, да? Вы с Успенки в Бородулиху идете? Да На учебу? Удачи вам! На экзамены? Да Как вообще живется в Успенке, в Бородулихе? Как? Да ничего так Нормально? В этом году ничего не горит? Нет, вы не листичьим будете работать? Нет Нет, а кем будете работать? Тракторист Тракторист? Удачи вам! Спасибо вам большое! Несмотря на разбитую дорогу до Успенки, мы, конечно, добрались Небольшое село в гуще леса Места красивые, были Если поднять дрон вверх, можно увидеть, что вокруг словно мордор Весь лес сгоревший Спускаемся на землю и идем общаться с местными Доброго утра вам! А, спасибо! Да, мы журналисты А зачем? Мы снимаем вот год после пожаров Как поживаете? Нормально Нормально все? Да, да А как? Пожаров в этом году не было? Не было, не было А вообще, что технику закупили им, не знаете? Ну, лесхоз закупил один белорус, наш, а потом в центр увезли туда, все Увезли? Да А что? Угнал, не знаю Не знаю А где нам лесничество найти? Вот школа двухэтажная, дальше лесхоз, все Ага Я ничего не знаю, я старый, пожилой, больной Прежде чем идти в лесничество, расскажем еще, что в Успенке нет вообще никакой инфраструктуры Дороги, магазина, даже связи, не то что интернет, а просто позвонить не получится А какая связь здесь ловит? Что-то у нас никакая не ловит? Ни Билайн, ни Актив Ни связи ни хрена нету Вообще никакой? Вообще, а не сколько лет, вот прошлый год только я приезжал, объяснился, что дорогу, связь делать, никакой связи нету Тут Казахтелеком свой нос засунул, только интернет будет нет, а зачем нам интернет? Ну вот, получается, ни Билайн, ни Актив, ни Сили-2, вообще ничего не ловит? А как вы звоните? Вон, выезжаем туда, в Бородульху, 12 километров Чтобы позвонить, едете в районный центр? В день я три раза ездил на этой машине, машину уже угробил, видит дорогу? Видит дорогу Вот, вот нам надо связь В каждом доме, вот, допустим, здесь, в этом доме живут сколько человек? Четыре человека, у каждого четыре телефона, по две симки Сколько связи, вот, можно поставить? Так же ведь? В каждом доме, у нас дома, допустим, у каждого по два телефона По четыре симки, по двух телефонах Вот, могли же, 12 километров от района, вообще связи нету От города 82 километра А я, вон, в Абай-Изу, там 280-300 километров Там все связи есть, даже кабельную протянули даже, да? А что здесь, вымоем? Какая же ирония судьбы в том, что мы увидели, как идет стройка А один из рабочих в форме казахтелекома Но нет, это не сотовую вышку строят, а больницу И на том спасибо Скажите, а что строят здесь? Здесь амбулаторию В больницу А, больницу? Да Не понятно Пап, да? Не понятно Пап? Да Ага А когда срок сдачи? В сентябре В сентябре, да? Ну там, вон, официально написано Ага А этот, на государственные деньги или частные? Государственные Государственные Не было ни техники нормально, ни оборудования, ни людей А те, кто работал, работал за копейки Именно поэтому мы приехали в лесничество, чтобы посмотреть, изменилась ли ситуация Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист А с кем можно пообщаться? Кто главный здесь? Лесниче, но пропущение с девяти Рано еще, да? Да Ага, а вы тоже, вы не лесниче? Я нет, не А вы какой должность занимает? Я начальник ЛПС Начальник ОПС? ЛПС А что это такое? Я не знаю, когда рано остался А подскажите, пожалуйста, год прошел после пожаров Мы про это материал снимаем У вас прибивалось техники там? А почему? На камеру не работают Не работаете? Нет Почему? Есть причины Есть причины? А какие? Ну, нам нужно понять, почему с нами не хотят Камеру берите А кто с нами будет общаться? Руководитель лесничества приедет, будет общаться А во сколько? В девять? В девяти должны подойти, да Окей, ладно Спасибо Вы тоже с нами не будете общаться? Как? Журналисты мы хотим узнать Не будем общаться А что? Нам уже просто Вот это одно и то же Одно и то же? Да Ну а если Мы говорим это А толку ничего нет Не сдвигав ничего В общем, журналистам здесь были не особо рады Когда закупали в свое время Так, а здесь какие-то вагончики Вагончики Посмотрим И вот она до сих пор И вот она до сих пор в новой машине С аппарата президента Поднимать Вот мы подали в министерство Или куда бумаги Рассматривать будут И уже рассматривают Год Да Скажите Хоть тем лесникам Которые погибли Им-то все Помогли семьям? Я не знаю Вот сидит человек В смысле? У вас родственник? И он сын погиб Блин, извините, пожалуйста Мы не знали Который самый молодой был Сколько ему лет было? 24 года 24 года? Вашей семье помогли? Ну, помогли То, что обещали не до конца Не до конца? Что они сделали? Скажите Не буду я говорить Нет, вы обязательно скажите Вы самый непосредственный участник Понимаете? Ваш сын погиб И президент сюда приезжал И всем обещал, что помогут Президент обещал пособие Так Но пособий нам нет Нету? Нету Вообще нет Сказали, не по закону дать Или как? Типа по закону не положено? Да Так, вопрос тогда Как помогли вам? Как вашей семье помогли? Ну, квартиру дали Квартиру дали, да? Да Деньги давали Сколько денег дали? Ну, я не буду говорить Хорошо Ну, вас эта сумма устроила? Да Но пособие не дали, да, получается? Хотя обещал он, да? Кто обещал? Лично президент или кто-то? Лично президент обещал Все будет посмертно Всем будет платить пособие Ну, год прошел, да никакого пособия не было До сих пор? Нет Ладно, извините, пожалуйста Спасибо вам за сына Все будет хорошо Спасибо То есть, несмотря на то, что ваш сын погиб Вы продолжаете здесь работать? А почему? Я здесь родился Здесь всю жизнь прожил А ваши еще другие дети тоже здесь работали? Нет Нет? Я их больше сюда не пущу У меня есть еще сын, но сюда я больше не пущу А сколько у вас зарплата сейчас? Ну, зарплата 89 89 тысяч? А на руки вы сколько получаете? Там же за бабкой где-то 120 Вы знаете, я только потом осознал, что, наверное, не совсем тактично было спрашивать у отца, сколько ему заплатили за погибшего сына Мне очень неудобно стало Никакие деньги мне смерть сына не возместят Конечно Конечно Деньги – это мусор А сына мне никто не возместит Конечно, мы все это понимаем И зарплату, вы про зарплату спрашивали Зарплату, как сказали, только добавят, то постоянно работают А мы, я сезон работаю Сезонником нам зарплата не будет И вот как понять, эти семьи Ерманов Они хотят, чтобы люди работали, а зарплату не хотят поднимать Хорошо, мы обязательно спросим Потом приехало начальство, и мы пошли осматривать технику Какова цель вашего визита? Посмотреть, что за год изменилось Нам говорили, что все, сейчас все технику необходимую купят, зарплаты поднимут Что по факту? Инспекторам зарплаты подняли на 100% На сколько? Я в том году получал 120 на руки, в этом году получаю 260 на руки При своем стаже и своем образовании, у меня стаж больше 10 лет, я работаю мастером леса Вот смотрите, а вот говорят, не всем подняли Не, ну видите, подняли обслуживающим персоналом То есть пожарные, водители, операторы, вышкари Им добавили, ну как, выплачивают по мере возможности Им тоже подняли зарплату? Ну вот, я сейчас общался с человеком Сказали, что вот он сезонник, ему не подняли Почему? Подняли им зарплату? Ну вот человек рассказывал Они по прошлому году просто мерят по осени Им же подняли осень, после пожара сразу подняли И опять же, видите, расчет надо брать из стола, сколько дней он отрабатывает в месяц Он сезонник, у него сменный график работы Если получается бы он каждый день работал, как мы, с 9 до 5, 5-дневка, все, рамки Он получается в месяц работает 10-15 смен максимум Ну он же работает Ну он работает, ну видите Ну в таких же условиях Это же тарифные ставки, там же идет почасовая оплата труда у них Так же? Если вот так вот здраво посмотреть Вот, откинуть все эти капризации Я считаю, это нормальная зарплата Вот даже как водитель, он работает 15 дней, 10 дней где-то Ну конечно, это мало как нынешней инфляции, как и ростом цен Но тем не менее, другой работы в сельской местности нету Хорошо, идем дальше, технику, закупили необходимые? Смотрите Вот, да? Давайте разбираться Евро-3, который все видели по этому Это газель, да, или как? Это Садко, Дизель, Нэкс, это Егер Ну, газель по факту, да? Ну да Да, вот это мы не можем окунуть Полноприводная, дизельная Но, какое есть но по этому сезону? Она евро-3 Да Его не оформляют Теперь вы из-за этого что не можете? Оформить его? Оформить его можно То есть вы на ней кататься можете? Работает пожар Без номера как-то Без номера выехать не можем на пожар Вот ситуация, смотрите, закупили новенький автомобиль Сам автомобиль как? Да, хорошо Как практикующий Он полноприводный, проходимый, касаемо для наших условий, да? Просто мы видели там в каком-то лесничестве КамАЗы закупили, которые не могут проехать по воде Нет, КамАЗы не проют, вот это само то Вот это нормально, да? Да, само то Но опять же, номеров нету, они не могут на ней ездить Что говорят, кому обращались по этому поводу? Руководство резервация в курсе, все в курсе мы хотим Когда закупили, когда приехала? В лесной корсепле В лесной пригнали Руководству сказали, а они что сказали? Конечно, сами были же, все же видели же, руководство знают, что прекрасно все знают Все прекрасно знают Руководство в процессе, да? Семи Орманы, да, руководство? Или кто-то больше? Нет, семи Орманы наши руководства То есть, они ни разу еще на ней не ездили, да? Нет, вы что, вы обкатывали, ездили? Обкатывали Теперь, вот этот автомобиль Какого года? Так, 3000 Я точно не помню его Ну, нового образца этого Какое состояние? Это полный предыдущий В идеальном состоянии, как бензиновый двигатель у него Я в свое состояние почти не выйти Ну, вы просто видите, как бы А машина рабочая, как в лесу Она по-любому будет поцарапанная, помятая А можно вот мы водителя спросим? Здрасте А, вы не водитель, а кто? Лесной пожарный Лесной пожарный Вот пожарный, который непосредственно ездит на этой машине, правильно? Скажите, как вам машина? Пойдет Пойдет? Она, достаточно ее для тушения лесных пожаров? Да, да, идет Вы не стесняйтесь, говорите, как ездить По лесу едет нормально По лесу едет А какие есть проблемы с ней? Да, вроде никаких Вам пожарным по зарплату подняли? Подняли, но еще обещают Еще обещают? На сколько подняли? 85 85, а было? По 80 90 В смысле, на 5000 подняли? Нет, 85 А, прибавили Процентов, да Процентов Ну, это с цифрой ГРК Да, сколько конкретно получаете? Сколько в том году получалось, а сколько в этом году получается? Неразговорчивый Ну, видать, работает человек, не будем мешать Теперь скажите, пожалуйста Остальная техника Вот мы сейчас видели у вас джак какой-то стоит Жак Т-6 Это кто-то подарил, да, вам? Да, это патрульный автомобиль Я не знаю, кто точно подарил, но это наш патрульный автомобиль Ага Ну, в смысле, спонсоры, да, какие-то? Ну, это я не в курсе Вот такой информации, как они владеют Теперь смотрите В кузове лежит до сих пор вот эта вот Хлопушка Хлопушка Ну, это на всякий случай В процессе патрульника вдруг Очаг возгорания обнаружится Хлопушечка его Ну, а чем больше? Это шансовый инструмент Рюкзаки нормальные, современные закупили? Покажите Вот сам боевой одежды Составы ОПС Вот три боевки Вот новые рюкзаки РЛОшки Хаски Противопожарные эти краги Огнеупорные Сапоги огнеупорные Форма, все, вот она Вот развита Ну, форма новенькая, это видно Форма новая, все выдали, все закупили Вроде видно Сколько таких комплектов закупили? Ну, вот они, так, четыре комплекта Вот три, вот четыре А сколько у вас пожарных? А четыре у нас? А четыре смены получается Четыре смены Вот, а на смене ководитель И лесной пожарный Каски, все это, коврочие Это все российского производства Так, а вот это вот, это что? Это он Это к распрыскиватель Это не который пш-пш-пш Вот, вот это и есть, коврочка А вот смотрите, говорят же, это сейчас уже не современный метод Ну, говорят Что залетим, мы работаем, что имеем как бы Но есть же современный метод Который распыляет все вот как надо Как современный Минут 30, все, он устанет там К непроходимости, который, когда судно коврежев Песок как-нибудь тяжело будет с ней ходить Вот вы сами их оденьте и пробуйте с ней побегать А, это что? Это грабли, хлопушки, лопаты Вы их сами делали? Ну, ну как сами делали? Нам предоставили коврочные? Ну вот, я смотрю Черенки сделали Черенки сами делали, да? Да, да, да То есть вам что, предоставили? Вы, да Господи, она же самодельная Вы из пожарных шлангов? Да, они же не горят же Из старых, из списанных шлангов Сделали Хлопушка, которая сделана самодельно Вот видите, черенок Обмотали проволокой Разрезанные старые пожарные шланги Потому что они не горят, да? Ну, видите, вот сам факт Сам эффект забивания огня Вот он Сбить пламя Кажется, что это прошлый век уже Ну, смеялись все Ну, вы видели нашу дорогу? Что вы хотите от остального? Еще Посмотрите, мою личную машину В каком она состоянии Что у вас? Я здесь не живу Я отсюда езжу, как 20 км, как ежедневно Мы уже обращались Куда только не обращались А дорога будет, будет Я уже одну машину ушатал Вон, вторая стоит на подходе Подскажите, пожалуйста Здесь еще нету связи, да? Ну, как видите Да А если вот начнется, не знаю, пожар Как вы будете связываться со штабом? Рации? А, рации Рации У меня рация в машине лежит, вон, все Только по рациям, получается, да? Только по рации, да Сотовой связи нету Еще что, какие проблемы? Давайте только честно Проблемы со штатом Я вот как мастер лесок У меня не хватает штатных единиц Госинспекторов Людей сообразованием Так как здесь весь капричный состав Погиб на пожаре Ко меня направили сюда К работе У меня не хватает специалистов Для работы к в лесу Инспекторов не хватает С образованиями Не хватает специалистов Вы искали где-то? Мы не искали Никто не хочет? Ну, опять же, видите Здесь жилье есть Здесь нету этого Никакой инфраструктуры Ководопровода нет Садика нет Комагазинка один Аптеки нет Я сам живу в Дмитриевке Потому что там это все есть у меня Я езжу сюда В общем, сюда никто не хочет ехать Потому что условий нет Да, условий нет Хотя дома пустые стоят Кордоны, служебные Заходи, живи Нет, ну, я понимаю людей Здесь даже скорую, получается, не вызвешь Да, если что? Не, он только по домашнему телефону и все А, здесь домашние телефоны стоят? Да, по домашнему телефону все Так в прошлом году вот эти Да, да, до крутилки Да, до крутилки Кошмар какой Ясно Поэтому специалисты не хотят ехать Вон, три парника приехали Кошакаримка с высшими образованиями В одном доме живут Других пока специалистов нету Из десяти этих, как имеющих катал Только семь инспекторов имеется Три инспектора вакантами стоит Зам руководителя вакантом стоит Ясно У вас есть что сказать, как начальник пожарных? Нет Точно? Точно Ну, мы вас чем-то разозлили? Как будто вы... Нет, нет, почему? Мы же помочь хотим, понимаете? Мы хотим осветить это, показать Потому что там в Астане говорят, что все, мы решаем Мы после пожара все сделаем Мы приезжаем и видим вот это По мере возможности решаем Я понимаю, но это же хорошо Это же хорошо, что освещают все Правильно? Ничего толку нет Вот не хватает средств связи у меня в инспекторов Старые рации, которые нам... Наши старые бушные рации нам вернули после ремонта А в лесу сами видите, как связи нет Как с инспекторами связываются А на данный момент, когда надо открыть эту гарь По трубке А там надо... Это все проходить пешком, как продвижка, отводка Да и только нужны средства связи Чтобы друг с другом связываться Средства связи старые Они то есть, они держат батарейку Нам, которые волонтеры в том году подтвердили Хитерые, они есть там Но их мало, 5 штук, что ли, лесничество всего лишь Сколько нужно? Цифры назовите? Ну, по штату считайте 10 инспекторов, 2 мастера Начальник ЛПС, который уже получается 13 Плюс руководитель Пожарной смене тоже нужна рация Это как... Вот тут сутра связи нету Что-то корректировать А носимые рации, они мобильные А мобильные рации у нас есть Эти, штатные, он по машинам Как у столи по тракторам везде Чтобы носимые рации с собой носить Вот их не хватает у нас И знаете, еще хотелось вас спросить Мы сейчас с дрона взлетали Видели, что там лес весь черный Это вот он сгоревший уже? Да, он сгоревший полностью Полностью сгорел Теперь скажите Вот нам многие местные жители говорили, что рубят деревья В Успенке на данный момент То, что местные жители просто не понимают Когда заготовка идет в Жирновском лесничестве С соседним Когда дорога проходит через Успенку Кого сейчас приехали к заготовителям К российской компании Коприналим харвестер, технику для разработки Они это видят и не понимают Вот лес рубят, лес рубят На данный момент На территории Успенского лесничества Я как мастер вам заявляю В Жирновском лесничестве Там ведется официальная заготовка Вот вам надо лес? Вы пришли и капли Написали к заявлению директору Оплатили через бухгалтерию Официально Вам выдали хорошительный документ Поехали к заготовили К она собственно уже распилить На дрова Вы говорите, российская компания? Да, ну вот какая-то компаника приехала Конечно, не знаю какая-то компания То есть россияне рубят у нас Об этом официально сказать не могу Они только приехали, технику поставили Еще мы их сами не видели Кто это будет рубить, мы еще не знаем Так они технику поставили Вот на днях должны приехать Документы показывали? Пока еще ничего нет Вот ждем документы А поэтому мы их в лес не пускаем Она стоит на территории Никуда не двигается В лесу на Успенской территории Никто не работает Точно? Никаких заготовок нет Точно есть Какие-то браконьеры может быть? Здесь это невозможно Потому что в связи с пожаром Лес ушел, вся талая вода стоит по кромке лесок Я хотите сейчас проедем, покажу Там невозможно приехать Ни на какой технике Ко вся талая вода стоит по кромке леса Ко в низинах Там болот чистое место Болото образовалось Никто туда проехать не сможет Это, во-первых Во-вторых А не то время, что были браконьеры Думаете? Да, думаю И цены Браконьеры от чего идут? Потому что Есть цена на лес, спрос Сейчас у вазиков Бородульхи продают 30 тысяч Кобортовый вазик Вот такой, два куба 30 тысяч дров стоит Да им проще купить людям Сейчас Люди не идут воровать уже И смысл воровать Сейчас все равно поймаем Везде камеры стоят Везде Патрулируем Кругосуточные Где у вас камеры стоят? В лесу? Нет, везде На выездах Везде стоят же По деревням На трассах Он все равно где-нибудь попадется Эта машина По кромке Везде вода Нигде не заедет Шлагбаума стоит Инспекторы Как ежедневно Патрулируют Объезд делаем Верный территорий Посмотрим Есть ли заезды Местное Население В лес не полезет Они уже научены Как тут живут С той стороны Козырка Невозможно Только заехать Со стороны деревни Три-четыре въезда В лес Тут никак не проедешь Хотите Покажу этот заезд Там не проедешь Ни на легковой Ни на такой технике Там нужна полноприводная Специальная техника Как вы проезжаете? Мы проезжаем На жаке Мы стоим Комустики Кожердика подложим И про них проезжаем Не надо задать лес Колеса леска выпадает Ко всей дороге Можно сказать завалены Мы их расчищаем Тем не менее Козырка не заваливаются Креса леска выпадает Так что сейчас Хищение Не целесообразное Местное население Им проще купить Официально Чем потом Это прятаться И поймать Страф за это За хищение Двух-трех деревьев Штрафы баснословные Мы несколько раз Проходили мимо Это заброшенные машины Но оказалось Что у нее есть история Ой В общем Жутко конечно Этот автомобиль Его нашли В 15 километрах Отсюда Когда был пожар Год назад Вот смотрите Видите Фара Расплавилась Сам кузов Начал гореть И внутри нашли Одного из погибших Одного из 14 погибших Он получается Задохнулся В этой машине Вот ее Привезли сюда И она вот Стоит здесь Как напоминание О трагедии Произошедшей Мы уже хотели Уезжать Но встретили еще Сотрудников Которые хотели Высказаться Но переживали Хорошая зарплата Не подняли Получали Обещали Зампрезидента Пришел После вчера Обещал 1 июня 100% Добавить И что Не добавили? Нет еще Пока Ну может Июльскую зарплату Получите В июле нет В июле нет Июля Обещала Ага Должны были Сразу же еще Поднять Еще в прошлом году Разве нет? Нет Обещали Больше года уже Кеми Все вообще Всем так да? Да Никому еще не подняли Ну вам подняли Подняли На сколько? Ну 200 А вы? 200 А в прошлом году Сколько получали? На сколько подняли Чтобы понять Ощутимо нет? Ну вот 200 Один Чаңа жылдай Тағы Бұл Сон 260 270 Те Алмаз Абсолютно. На обратном пути, когда мы ехали в Семей, решили зайти в районный Акимат и узнать, когда сделают дороги до Успенки и связь. Акима на месте не было, спрашивали заместителя. До конца года нам обещали операторы, что сотовая связь будет в Успенке и по трассе. Подскажите, пожалуйста, что мешало до 2024 года в село провести хотя бы один сотовый оператор? Малое количество жителей. Операторы не поддерживают данный вопрос, потому что количество операторов, количество именно абонентов потенциальных недостаточно для того, чтобы покрыть те расходы, на которые уйдут на установку данного оборудования. Теперь говорят, что до конца года все-таки установлены? Ну, это уже после тех событий, уже начали как бы давить казахтелеком, продавливать и обещают рассмотреть вопрос в первоочередном порядке. Было трагедии, что не смогли продавить? Ну, к сожалению, нет. Коммерческий интерес мы составить их не можем. Получается, теперь-то заставили? Ну, это уже не на нашем уровне произошло. Дорога? Успенская. Да, проектно-смертные документации все сделаны, экспертизы прошли. На первый участок, вот если вы проезжали, наверное, ту сторону, вот где асфальт начинается, выезд с Бородулихи, работы уже будут начаты. Буквально, вот я думаю, со следующей недели подрядчик уже определён должен начать работы. По второму лоту там просто разбилась, эта дорога была разделена на три лота. Может быть, видели весной, когда большие паводки шли, там участок дороги был в одном месте размыт, вымыло даже трубу, где водопропускная труба. Поэтому потребовалось часть сметы пересчитать. Сейчас перерасчёт делаем, чтобы с учётом того, что где идут переливы, поднять насыпь и уложить уже водопропускные трубы большего диаметра. Их сейчас пересчитали. Второй тендер, когда уже разыграется, будет определён поставщик по второму участку дороги. Первый участок уже будет начат буквально в следующей неделе. И если всё будет нормально, то мы планируем, что к концу года мы два участка сделаем, к следующему году мы уже выйдем на Успенку и дальше пойдёт до Жерновка, Поллок, продолжение. Пожалуйста, тоже после трагедии выделили? Нет, этот участок планировался к ремонту ранее, ещё до трагедии. Не надо как бы привязывать это к трагедии. Работа планомерная, она ведётся. В прошлом году, вот тоже, может быть, видели, да, в соцсетях начали такой будировать. Вот, президент приехал, начался ремонт. Сразу хотел пояснить, данный участок дороги ремонтировался как бы силами подрядных, неподрядных силами строительных организаций, без каких-либо тендеров, без каких-либо. И он начался с первого момента, когда пожар начался. Не от того, что президент приедет, а от того, что пожар начался, от того, что техника пожарная там ходила. И, в принципе, вся эта работа по району, она планомерно идёт. Получается, тоже из-за пожара сделали работу дороги? В принципе, ну вот тот участок в тот момент начали ремонтировать, потому что пожарной техники надо было подъезжать. Вопрос. Почему он за... Нет, вот в прошлом же году на тот же участок дороги у нас было 20 миллионов заложено на ямочный ремонт, но они стояли на июль. Мы их потом, так как из-за пожара люди со своих средств их отремонтировали, эти деньги были передвинуты на другие ремонтные работы, в принципе, не из-за пожара. Даже если вот посмотреть, если бы не случилось, не дай бог, как бы дай бог бы не случилось того пожара, то, в принципе, этот участок дороги ямочным ремонтом был бы охвачен в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, вернёмся к дороге на Успенку. Когда у людей появится нормальная дорога от Бородульхи до Успенки полностью? Полностью к следующему году, к 25-му будет. Мы выйдем на Успенку. В этом году будет участок с первого по 15-й, кажется, километры будет в этом году сделан. Половина дороги будет сделана. Большая часть до Успенки. Так это там и так 15-й? Да, вот эти 15-й километров мы планируем до Успенки. В следующем году планируем продолжать дальше на Жерновку. Нет, нет, подождите. До Успенки в этом году сделано? В этом году запланировано, да. Если сейчас поддержатся, да. Кто должен поддержать? С области финансовые средства. На первый участок уже деньги выделены. Окей, то есть, чтобы до Успенки в этом году сделали, надо у Акима области спросить? Я курирую по другим вопросам. Дайте 10 минут, я сейчас уточню себе. А мы попросили позвать нам, кто курирует именно? Он в отъезде. Проблема в том, что на данный момент я один сейчас 10 минут выясню конкретно и точно скажу. Да, давайте. Сходил, уточнил, вернулся. Сейчас в связи с тем, что я сказал, на паводковой, после паводковой ситуации, то, что перерасчет идет, там грубо, ориентировочно, наверное, порядка 150-200 миллионов будет удорожание проекта. На этом мы будем дополнительно просить. Но в любом случае до конца года мы будем заканчивать этот участок дороги до Успенки. До Успенки, дорогу до конца года закончить? Да. Не ямочный ремонт, а будет новая с вами? Да, сплошным покрытием. Все, спасибо, удачи. Когда заезжали в город, зашли в главный офис семьи Урманы, чтобы найти генерального директора. Вот такая атмосфера в офисе семьи Урманы. Доска, на которой выгребена фамилия, имена, отчество тех, кто погибли при тушении лесных пожаров с 97 по 2023 год. Когда мы приехали в первый раз, генерального директора не было. Мы пообщались с сотрудниками, они пообещали передать ему, что мы его ищем. Пока ждали, записали родственников одного из осужденных за пожары. Они утверждают, что он невиновен. Есть и у меня сомнения тоже, потому что осужденный проработал в семье Урманы всего 19 дней. Его командировали из другого лесничества. Есть все подтверждающие документы. Незаконно осудили моего брата, родного брата, который работал в Букибайевском лесничестве, директором лесхоза. Его откомандировали сюда. Откомандировали, проработав 19 дней, произошел этот пожар 8 июня 2023 года, после второй комиссии. После этого его на домашний арест посадили. И за все время домашнего ареста ни разу его не пригласили на следственные действия. Там допрос как свидетеля у него был, а как таковой допроса подозреваемого ни разу не вызывали даже. Ни на следственные действия, ни на допросы, ни на какие участвовать. Почему-то другие лица заинтересованно участвовали, а его никогда не приглашали. Мы сами приходили постоянно в этот следственный отдел и постоянно задавали вопросы. Но таких ответов мы не получили. Также я обращалась... Суд уже прошел? Суд прошел. Вот 10 мая был приговор у нас. Что, как? Суд прошел тоже односторонне, с обвинительным уклоном. Суд нас тоже не услышал, так же, как следственная группа. Лично я была у зама прокуроров у обоих. Потом также была у Акима области Уранхаева. Я у всех была. И достоверного ответа ни прокуратура, ни область, никто мне не могли дать никаких ответов. Потому что такие вопросы, которые я задавала, из них ни прокуратура, ни следствие не могли ответить. Даже когда я задавала вопрос, в чем вина моего брата, проработавшего всего 19 рабочих дней из них, тогда, когда уже прошла подготовка 1 апреля, лица, которые эти подготовки подписывали, которые разделили все, ничего, никто не был привлечен. Что за лица фамилия? Это подписал акт проверки подготовки к пожароопасному периоду территориальная инспекция или МЕСов. Под его росписью это было. Он председатель? Он, наверное, директор территории. Он сейчас где? Он сейчас его, после вот этого всего суда, он сейчас на повышение пошел, по моим этим, его перевели замом комитета лесного хозяйства в министерство, или вот в Астану его перевели. Да, в Астану перевели. Или МЕСов Марат Максатович, да. Вашего брата судили на сколько? На 7 лет. Лично, когда у Ранхаева я была, нас он не, вообще мы изначально записывались, мы не могли записаться к нему, нас он не принимал. Но моя сестра написала, когда в министерство кому-то там жалобу, и нас приняли. Потом секретарь позвонила, нас пригласили на 10 часов. Мы пришли, и в зале, где сидели очень много народу, вся прокуратура сидела, ну, все представители там сидели. И я лично возле Ранхаева, когда сидела, мне задавали вопрос, с какой просьбой я пришла. Я сказала, что я не с просьбой пришла, я уже требовать приехала сюда. Почему? Потому что, почему прокуратура неправильно ведет следствие, вообще следствие в усеченной форме ведется. Почему вот эти вот, ну, он сказал, пожалуйста, прокуратуру здесь, задавайте вопросы. Хотя я задала несколько вопросов, на которые ни прокуратура, никто не могли ответить, никто не ответил. Тогда мне... Что значит, они молчали? Молчали, просто молчали. Молчали, все, садитесь, сказали. Уранхаев спросил у прокуратуры, я не помолчаю? Да, да, да. Садитесь, сказали, все. Потом мне лично Уранхаев сказал, вы подождите в коридоре меня, сейчас я вас лично отдельно приму в кабинете. Когда он лично нас принял в кабинете, он, да, действительно подтвердил, что мой брат ни в чем не виноват, просто он в этой ситуации остался козлом опущения, оказался не на том месте и не в то время. Это кто он сказал? Уранхаев мне сказал. Да, лично присутствие моей сестры, он так сказал, да, что следствие идет, что они ничем, уже начнется суд, якобы нам ничем помочь не могут. Потом позвонил директор семьи Руманы и мы поехали к нему. Приветствую, меня зовут Асхат Нязов, журналист канал Владимирович, очень приятно. Вы генеральный директор семьи Руманы? Я исполняю еще обязанности, я буквально назначен в начале этого месяца. А, да вы что? Да, я вообще руководитель государственного контроля по охране защиты леса, комитета лесного хозяйства. Я с центрального аппарата пришел. Окей, а куда делся предыдущая генеральная дирекция? Его нет, он уволился, к сожалению. Сам уволился? Сам уволился, да. Печально, конечно, печально, что уволился. Ну, смотрите, может быть, вы сможете ответить на вопрос. Я понимаю, что недавно, но вот смотрите, какая ситуация. Мы были вот вчера в листвичестве в одном из ваших. В листвичестве, да? Да. В каком были? В Успенском. Так, да. Ну, недалеко. Да, там есть такие моменты, что, например, до сих пор у них рации не хватает. Год прошел. Да, есть момент. Но давайте мы начнем с того, что финансирования до этого практически не было. Мы должны говорить о том, что да, у нас сегодня проблема есть. До этого выделялось по остаточному принципу. Все это знают. Особое внимание не уделялось. То есть после такой трагедии они не выделили деньги? Нет, сейчас я расскажу. Смотрите, сейчас, на сегодняшний момент, утвержден комплексный план именно по этапному оснащению всех подразделений Министерства экологии. Это вот природоохранные учреждения, это все особо охранные природные территории, наши структурные подразделения. На сегодняшний момент, да, у нас нехватка есть. У нас по норме должно быть 782 единицы рации. На сегодняшний момент у нас есть более 600 единиц. Вот. Мы сегодня переговорили с ПРООН. ПРООН готов обеспечить полностью нас рациями. ПРООН? ПРООН, да. Это организация. Как же наша страна? Нет, ну, мы... Понимаете, к следующему сезону, то есть вот были пожары, у них было время подготовиться к следующему сезону. Он уже наступил. Сейчас уже пожарно-опасный период, правильно? Да, совершенно верно, да. И наше государство даже рации не смогло закупить в нормальном количестве. Это как? Ну, рации поэтапно на сегодняшний момент уже поступили часть. Ну, до сих пор, вот мы были, там до сих пор не хватает, а уже сезон, понимаете? Нет, ну, надо понять, рации тоже не дешево стоят. Ну, как? Мы же смотрим в комплексе же. Мы же не уделяем внимания только на определенную вещь. Мы смотрим в комплексе. Это мы просто начали рассматривать рации. Окей, смотрите, другой пример. Купили им автомобиль. Хорошо. Крутой, они рады. Но он до сих пор стоит без учета, и на нем нельзя ездить. Вы имеете в виду 4 единицы транспорта, которые были переданы с фонда Аквертус? Окей, может быть, один из них. Вот там был у них успешный. Да, совершенно верно. Да, проблема есть. Я вот буквально перед вами зашел с Акимата области. Эта техника была передана с фонда. На сегодняшний момент стоит вопрос об уплате утилизационного сбора. Это порядка 6 миллионов тенге. Буквально мы его сегодня решаем. 6 миллионов тенге надо будет заплатить утилизационный сбор за эту машину? Совершенно верно, да. Привет всем сторонникам утилизационного сбора в Казахстане. Вот еще один момент. Не могут лесничие поехать на машине тушить пожары, если они возникнут. Потому что нужно 6 миллионов тенге заплатить утилизационный сбор. И теперь эти 6 миллионов кто должен выделить? Это общественный фонд выделяет до конца. Так как он поставил эту технику, он возмещает его. И мы ставим на регистрацию эту технику. Весной он еще привезли эти машины? Да, весной привезли. Почему сразу эти деньги не выделили? Ну, какие-то моменты, видать, были. Я сейчас за это не могу отнести ответственность. Я поэтому сейчас, я сюда и прибыл, чтобы решить эти вопросы. Но помимо этого мы сейчас закупили 10 новых пожарных автомашин. Закупили 15 МБПК, это малые комплексы пожарные. Закупили трактора. В этом году были поставлены 15 единиц тракторов. На сегодняшний момент ожидается еще поставка 12. Помимо этого, на сегодняшний момент, я вот буквально сегодня утром разговаривал, выделено 5 миллиардов на оснащение семью Ормана. Это на спецтехнику, в том числе на разработку ГАРИ. Харвестеры будут. И до этого выделено порядка 10 миллиардов на республику, из которых сейчас будет оснащено именно закуп, осуществлен по 32 единицам пожарной техники, 19 малых пожарных комплексов, тракторные единицы будут, нависные прицепные оборудования, шансовые инструменты. Мы должны смотреть в комплексе. Мы не должны уделять внимания на определенную часть. Я понимаю, да, проблемы есть. Мы это не скрываем, мы об этом говорим. Но мы его решаем в комплексе. Чтобы сейчас, одному моменту, все это решить, это требуется очень больших финансовых средств, мы должны понимать, что у нас таких организаций не одно по республике. У нас много организаций. И чтобы обеспечить, мы же не можем уделить внимание только на семью Ормана. Мы должны поэтапно все решить. Но на сегодняшний момент, согласно комплексному плана, по этапному оснащению, выделяется 86 миллиардов тенге. На сегодняшний момент по республике уже выделено в этом году 15,4 миллиарда тенге на оснащение всех структурных подразделений по комитету лесного хозяйства и животного мира. В рамках всего этого, там поэтапно заложено, ежегодно будет выделяться финансовое средство, и за счет этого мы будем полностью оснащать. В этом году до конца года мы максимально оснастим полностью весь Семь Ормана. – Смотрите, вот про такой кейс у вас хотел спросить, как у специалиста. Вот, например, Аким, он не специалист, вот вы точно специалист в этой области. Недавно, в мае, по-моему, месяце, один из осужденных за вот эти пожары, его осудили на семь лет, он до этих, когда начался первый пожар, 19 дней отработал в этом лесничестве, куда его командировали. До этого был он вообще в другую... – Да, он исполнил обязательность. – Да, да, да. 19 дней. Как вы думаете, человек, который проработал там 19 дней, должен понести ответственность за то, что произошло? – Ну, здесь надо сказать о том, что он был с этой сферы. – Он с этой сферы, но не в этом лесничестве, где горело. – Понимаете, у нас на сегодняшний момент в Семь Ормана имеется 10 филиалов. – Так. – 34 лесничества. – Так. – 30 лесных пожарных станций. Все люди задействованы в одном направлении. Это у нас посадка, охрана, противопожарная безопасность. – Окей, понял. – Все. Эти люди, они взаимосвязаны, у них задача, функционал единый. И при этом, да, у нас есть, мы должны говорить об этом, мы об этом и говорим, у нас есть проблема сейчас с кадровыми вопросами. Нехватка кадров. – Так. – На сегодняшний момент нам нужна узкая специальная профессия, это в сфере лесного хозяйства. – Почему? – Теперь я говорю, почему я об этом говорю? – Я говорю, исполняя обязанности, он нес те же функциональные задачи, те же функциональные обязанности, которые он выполнял бы там. – Так. – Никто не застрахован. Мы, это природное бедствие, это катаклизм, от которого никто не застрахован. Что и паводок, что и пожар. – Да, он 19 не исполнял, вы все знаете об этом, все в курсе. Но на момент, когда он исполнял, он должен был исполнять в тех функциональных обязанностях, которые на него возложены. Соответственно, он должен был принимать поэтапные меры согласно действующего алгоритма. – Вот, и защита показала, что все меры были им предприняты. – На сегодняшний момент мы имеем решение суда, где послужить. – Скажите, вы согласны, что основная причина того, что пожар в прошлом году разросся до таких масштабов, это то, что не было подготовлено нормально, техника не было закуплено необходимое, там, не знаю, необходимое количество из тех же лесничих. Вы согласны, что это основная причина? – Нет, лесничих на сегодняшний момент штат у нас максимально укомплектовал. – Хорошо, техника. – Тогда, на тот момент, вообще не было нормальной техники. – Совершенно верно. – Они на своих машинах делали. – Оснащение было на низком уровне. – Согласны, что это основная причина, почему до таких масштабов это разросло? Ну, это одна из основных причин, это нехватка техники. Тогда при чем тут человек, который только приехал туда? Ну, есть алгоритм действия, в рамках которого должностное лицо должен координировать и выполнять обязанности по ликвидации. Хорошо, я вас услышал. Смотрите, мы были когда в Успенском лесничестве, там пригнали россияне свою технику, они будут... Это разработка, да. Это Харвестер стоит, я знаю, один комплекс стоит, на сегодняшний момент, сейчас на границе еще три комплекса стоят. Почему разработкой россияне занимают? Нет, это не россияне, это наши ребята, они нанимают эту технику оттуда. Ребята наши. Мы не можем передать, у нас стоит ограничение по законодательству, мы не можем передать другим странам. Это занимаются наши местные ребята, ну, то есть, с казахстана предприятия, казахстанское предприятие, то Global Manufacturing занимается. Вот, буквально с пятницы они уже приступят к разработке ГАРИ, и эта техника просто наемная. То есть, просто техника российская? Совершенно верно. У нас что, нет своей техники? Ну, понимаете, у нас самая малолесистая страна. У нас. Мы должны это понимать и должны знать это. Но область-то не малолесистая? Нет, не область, совершенно верно. И благодаря, точнее, даже не благодаря, а вот тем ситуациям, тем, то есть, случае, который будет в 2023 году, к сожалению. К сожалению. Да. Мы должны принимать меры именно по разработке ГАРИ. Потому что буквально через два, два с половиной, максимум три года, эти деревья уже придут в непригодность. И мы не получим экономическое... Получается, их будут убирать, эти деревья? И куда будут девать? Производство будет. Доски, шпалы, брусья. Производство будет полностью идти по нему. Кто это? Вот компания, которая зашла, они полностью выкупают, возмещают бюджет государства. То есть, на наш бюджет все средства, которые поступают от этого. Это идет передача путем аукциона на повышение. А он уже состоялся? Да, состоялся. Сколько сумм они вам возместят? На сегодняшний момент там поэтапное возмещение идет. Это 78, порядка 78 миллионов. Сейчас они уже возместили. И это идет от 15 процентов на первый этап. Они сейчас в первом этапе возместили 34 миллиона. Сейчас я на память не помню сейчас. Но на сегодняшний момент уже возместили порядка общей сложности. Где-то по пяти аукционам, по пяти лотам. Это порядка 200 с лишним миллионов. Что вы на эти деньги сможете сделать? Развитие, оплата труда. Оплата труда? Да. Деревья как восстанавливать будут? Деревья на сегодняшний момент высаживаем. Есть комплексный план посадки двух миллиардов деревьев. В рамках этого мы высаживаем. У нас есть ЗКС, это закрытая корневая система, питомник. Если вы там не были, мы можем проехать, я там его вам показать. Там мы выращиваем закрытую сетевую корневую систему, закрытую. Выращиваем. И буквально 3-4 месяца мы доводим до стандарта посадочный материал. У нас основная культура – это сосна. Мы его полностью высаживаем. Но мы идем дальше. Мы сейчас увеличиваем площадь питомников для того, чтобы обеспечить не только себя, но и республику посадочным материалом, но и займемся реализацией посадочного материала. Так как сейчас у нас есть поручение главы государства по посадке 15 миллионов деревьев, вы знаете, по созданию зеленого пояса. Идет компенсационная посадка с крупных предприятий. В рамках этого мы будем обеспечить посадочным материалом, соответственно, и семья Армана будет на этом зарабатывать. Спасибо большое. Надеюсь, в этом году обойдемся без пожаров. Мы тоже надеемся. Удачи вам. До свидания. Ну а теперь пойдемте гулять по семею. Ассалам аликум. Кешам нас. Вы в семье живете? Да. Расскажите про основную проблему. Какая у вас основная? Да, проблем этих много и по городу, и по Казахстану есть. Ну, в принципе, что мне об этом говорить? Вы все равно мне это не покажете, я уверен. Подождите, вы сначала озвучите проблему, но, в принципе, никогда ничего не вырезаем, как есть, рассказываем. Давайте, не переживайте, все нормально. Нет, смотрите, я вот работаю, я своими делами занимаюсь, с семьей отдыхаю, вечернее время провожу. Но эту проблему вообще никто, в принципе, не решает. Что за проблема? Мне надо работать спокойно, пожалуйста. Вот мне никто не дает. Вот вы решите эту проблему, нет? Покажете? Вы мне расскажите, я не понимаю, о чем это происходит. Да ты сам ее рекламируешь, постоянно показываешь, эти дешевые авиабилеты. Я скачал приложение, я не знаю, что мне теперь делать. Мне надо работать. А вот смотри, Астана, Анталия. Это что за цена? Шестьдесят семь тысяч, да, дешевые. Но извините меня, это потому что приложение по покупке самых дешевых билетов. Да хватит мне уже показывать. Мне надо кредиты платить. Мне надо ехать отдыхать. Все, давай. Отдавай телефон. Все, я полетел. Отдай. Давайте начнем с хороших моментов, чтобы не говорили потом. Нам нравится зеленение новое в городе. Нам нравятся прогулочные зоны пенсионеров, где мы можем провести вечерние часы в прохладе. Ну, что еще сказать? Вы колдите. Новую улицу делают. Какую новую улицу? Ну, наш перекресток вот этот исторический, мы как раз там живем. Ага, что там делают? Там что-то там меняется, тротуары. Ну, мне кажется, там будет и зона отдыха продолжаться рядом с соном. Появились новые места для отдыха. Сквер новый появился вдоль. Сквер новый. Параллельно вашей улице, да, вот такие номера делают? Окей. Ну, что скажешь? Что этот, ну, дологу очень прикольную сделали, где кому-то там должны люди ходить, а там машины ездят. Раньше. А сейчас уже? А сейчас тоже машины ездят. И рядом тротуар люди ходят, да? Да. И это прикольно. Хорошо. У нас добавились скверы. Много вот лавочек, детские площадки добавили. А вот мальчик кто-то сказал, что не хватает ему мест для отдыха, что нету парков, скверов. Нет, вот этот вот парк, где у нас центральный парк, его просто изуродовали. Он был классный, уютный, красивый, а теперь он такой страшный, неудобный, весь пыльный. Да? Да. Его только испортили. Это который, вот миллиарды выделяли на этот, его испортили, да? Да, его испортили, да. Но в целом, наоборот, добавили всякие лавочки, эти игровые зоны, стало красиво и уютнее. Есть тебе где играться? Да. Теперь перейдем к трэшу. Я был в шоке, когда увидел, что по всему городу висят рекламы букмекеров. Нет, я видел их и в других городах, закон еще пока позволяет это, но здесь они на каждом шагу. Вот прям едешь на машине и баннер за баннером. Нам пришлось отъехать заметно подальше на окраины города, чтобы их стало меньше. Как раз в комментариях под прошлым выпуском из Семии нам писали, что мы не показывали такие районы, как Восточный, например. Расскажите, как живете здесь у вас? Как вы? Обожаю, да? Да, да. Ну, смотрите как. Вижу. Здесь постоянно лужи, да, получается? Ой, это мы еще засыпали. А, вы сами засыпали? Тут вообще тонули. А что, Акимату не говорили? Акимат меняется. Так. Ну, а кому еще говорить? Не успеваете за ним? Не успеваем. Так, дороги, в общем, нужны? Ну, вот был, ну, вот этот, как, с кем вы воевали? Ахметов. Ахметов, да. Чего он сделал? Да ничего не сделал. Нет, так у вас уже два года другой Аким. Ну, мы знаем, а от него тоже толку нет. Не изменилось ничего? Да нет. Вы как областным центром стали. Вся новая. Не, маленько дороги меняются, да. Вот это вот все. А здесь вот, ну, вот эта структура не меняется. То есть у вас на районе не меняется? Ну, в нашем вообще. Восточный, да? Сами что, да. Восточный, как? Восточный? Восточный называется. Ну, квартала вот эти. Б, Б. Вы о вас что скажете? Я поддерживаю. Поддерживаете? Ну, мы все народ вместе. Вы давно здесь живете, да, в этом районе? С 91-го года. Вы тоже, да? Я, да, тоже. Ясно. Ну, почти что, да. В общем, изменения и дороги, да? Ну, наши вот как строили вот эти организации, когда еще СССР был. Это жилье до 90-х день. Да, жулье. Так у нас стало жулье. По дороге встретили вот такого мужчину. Просто бежал по улице. Здравствуйте. А вы куда такой красивый идете? Как красивый? А? До города и обратно. До города? Пешком, что ли? Как пешком? Нет, бегом. Ну, можно пешком. А, вы бегаете, да, так получается? Спортом занимаетесь? Конечно. Что-то не видели. Ну, не всегда я встречаю вот таких вот людей. А у вас тут, это марля, да? Ну, конечно, марля. А, чтобы все припекло, да? Да. Воздух туда попадал. Воздух. А то что оденешься, она в воздух не попадает в голову. Ясно. А вы здесь где-то в этом районе живете? Здесь, на восходе живу. Ага. Что расскажете про ваш район? Да, ничего, пойдет. Нормально все? Ну, не жалуюсь. Я тут 50 лет живу. Ага. А вам сколько лет? Вот все спрашивают. Да. Ну, когда роль не играет? Ну, просто скажите цифры. А, ну, много. Ну, сколько? Давайте я угадаю. Ну, сколько? Вам, наверное... Нет, не угадаю. 65. А что так мало? 70, что ли? Это что, мало. Не 75 же. Я давно уже на пенсию. Ну, сколько? 80? Ну, 80 нету. А-а-а. А зачем 80? Добро? Надо... Зачем? Когда роль не играет? Думаете? Я так думаю. Какой бы человек ни был, сколько ему лет, все равно он должен быть физически здоровым. Да? Ясно. Акимом не хотите стать? Нет. Акимом. А что такое? Желательно, чтобы ты наоборот побольше показываешь. Покажешь, покажешь. Спасибо вам. Ну, и спорт же не, Махабад. Этот район называется Восход. Туалеты тут на улице. Нет центрального водоснабжения. А говорят, у вас какие-то проблемы с водой здесь есть. Есть такое? А что именно? Какие проблемы? Ну, нету тут воды. Нету? Вообще нету. Тут у каждого колонки в подвалах забиты и все. Ага. А качество воды какое? Качество воды какое? Тут же, нахуй, у всех канулыги. Тут же ты ее пьешь, нахуй, фильтрация немножко. А вы ее, тем не менее, пьете? Ну, конечно, все пьют. А что делать? Жить-то надо, пить охота воду. Ага. Ясно. Интересно. А подвоза не делает Акимат? Не чистой воды? Да. Какой? Вы что, забудьте в 90-е годы, как все развалилось, все разобрали и все. Как район это называется? Это пасход поселок. Пасход, да? Вы областной центр свой, как и просили. И вот за два года что-нибудь вам сделали? Нет, только начали. Только начали. Что начали? Ну, чуть-чуть прокопали и все. И даже вот столбов не хватило на эту улицу. Деньги, говорит, кончились у Акимата. А что копали? Ну, под столбы выкопали и все. Ту улицу алмазную поставили, на рудные столбов не хватило и все. Освещение вы имеете? Ну, да. А, ясно. Вот так. Ничего не изменилось и не изменится здесь. Уже больше. Я тут 35 лет вырос, живу в этом районе. Как был развал, так и есть. Ясно. А этот район вообще интересный. Мы специально подняли дрон в небо, чтобы показать. Видите этот треугольник? Получается, железная дорога закрыла эти дома с трех сторон. Район так и называется – треугольник. И заехать в него можно только в одном месте через этот переезд. Постоянные пробки. Помимо этого, здесь куча других проблем. Это получается, весь район на эту колонку ходит за водой? Да. У кого водопроводы в основном? А так вот, это одна колонка, у людей не у всех же еще водопровод пройдет. Вот у Афайки, у них нет водопровода. Они возят бочкой вот эту воду. Ну, во-первых, это и финансово очень тяжело. И с другой стороны, ну, всякие бывают, конечно, эти обстоятельства. Ну, мы чем? Вот наш треугольник, это было, наверное, когда Балай Ахметов был у нас, с Акимом города. Он приходил, приезжали они к нам, они нам тогда пообещали. Ну, вот, и сделано то, что они провели нам свет, и вот такую небольшую грядировку сделали. Но эта грядировка – это одно название. Весной и осенью это все размывается, и получается колдовины. Ездить невозможно. И ходить даже невозможно. Ну, пообещали нам сделать для детей поле, футбольное поле, детскую площадку. Ну, увы, это все не сделано, все это осталось. Кто пообещал? Это Балай Ахметов. Ну, он потом уехал, и все. В этот раз, вот, в мае приезжал к нам сам Урунхаев, областной Аким. Он, ну, знаете, было много сказано, ну, увы, все, вот уже больше полутора месяцев, но никакого движения нету. Мы попросили, ну, пожалуйста, треугольник, все-таки населенный пункт. У нас вот такое место, что закрыто с трех сторон линия. Въезд только у нас в одном месте. Вот этот переезд. У нас эта трасса большая, что у нас нет там светофора. Очень много было смертельных исходов. Я сама врач по скорой помощи работ, так очень много было смертей на этой трассе, потому что переходили, когда там нет трассы, мчатся машины с большой скоростью, и люди погибают. Мы попросили, если сделайте светофор, сделайте на этой, где Тамирис, светофор. Но они нам поставили светофор на Казахстане. А вообще вот движение идет все по этой улице. То есть там не просили светофора, они... Не просили, мы просили сделать и на Тамирисе, но они нам поставили на Казахстане. Вот это по весне нам они сделали. Потому что дети у нас... Почему? Дети у нас в школу идут. 27-я, 30-я школы. У нас треугольники нету школы. Вот населенный пункт такой без школы. И все переходят через эту улицу Бостаева. Улица широкая, трасса. Движение большое, оно трехстороннее. Движение трехстороннее с одной стороны, трехстороннее с двум. Переходить очень тяжело дорогу. А это... Да, вот перенесла травму, тяжелую травму. Кто вас сбил? Где это было? Где вас сбил? Мне меня жирт, туром, отмой был, отмой был. С вами сейчас все нормально? Травмы синие получили? Ухалдың гой, 5 жыл бол, энди-эндай тұрып, ақырындап жүргім гой. 5 жыл бол, ношыр, нөжірін, шешоқыты нөтбарышқан. Жұмыстан кележатқан. Соу кележатқан кележатқан келді қақты. Соу кележатқан кележатқан келді қақты. Энді тұрғанда ақырындап тұрып жүргім гой. Шалым бол, тұрғайтыр болды. Энді 2 жыл болды. Энді 2 жыл бол, тұрғайтыр бол, тұрып жүргім гой. Әнді 3 жыл бол, тұрып жүргім гой, тұрғайтыр бол, тұрғайтыр болды. Әнді тұрғайтыр бол, тұрғайтық бірділар әріп жүргім гой. Основные проблеми, что дорог нет нормалар. Что нету заезда нормалар. И что не поставили светофор, келедің бұруссырыл. Да, да. И нету нас детской площадки. Это же насущно. Вообще, нәрістер өгінде. Вообще, ни одной нету. Ни футбольного поля, ни детям маленьким, нашим играть негде. Вот они просто бегают, вот три месяца они будут просто бегать по улице, по этой пыли. А нету площадки, хотя нам обещают, ну можешь же сделать это. Тем более, у Рухаев сказал, деньги есть у нас, деньги есть, это все можно сделать. Но, увы, вот уже, говорю, никакого движения нет. Автобусы. Уже по всей республике знают про проблемы с автобусами в семье. Сколько скандалов было. И что вы думаете, стало лучше? Да, были проблемы. Что за проблемы? Как они? Долго ждешь иногда. Сколько это бывает здесь? Час иногда. Час? Да. Серьезно? Да, бывает. Смотрите, час ждете автобуса? Да, у всех бывает обед, и все на обеде бывают. И утром будет, да? Да. Утром в 8, утром вы сможете. Как ситуация с автобусом? Плохо. Плохо? Плохо? Да. А что, за два года лучше не стало, как семья стала? Нет, не стало. Вот я каждый год приезжал, каждый год говорили про автобус. После 6 просто встаньте вот сюда на остановку посмотреть. Толпа или толпа? Толпа, да. Вообще автобусов нет. Битком. Просто можете прокатиться, посмотреть. Я вам верю. Спасибо. Еще одна вечная проблема – семья мосты. Их тут несколько. Новый мост, который является визитной карточкой города. Старый, который уже тоже стал достопримечательностью, только негативной. И новый старый, который строят место старого. Начнем со старого. Но он реально разваливается в прямом смысле слова. Ну, знаете, каждый год я приезжаю на этот мост, и ничего не меняется. Вот, как были щели, вот рука проходит моя, видите? Изи просто. Все, так все и осталось. Вот, строят новый мост. Должны были, как я помню, закончить в следующем году. Ну, я не знаю. Раз, два, три опоры. С той стороны. Ну, да, там что-то начали, но, как бы, не знаю, смогут ли они закончить в следующем году. По строительству нового старого моста уже были скандалы, когда рабочим не выплачивали зарплаты. И теперь все переживают по срокам его сдачи. Ведь старый-старый выглядит так, что в любой момент может развалиться. Теперь про новый, который типа красивый. Но он только с виду такой. На самом деле дорожное полотно выглядит сейчас вот так. Красиво? Подскажите, пожалуйста, что про мосты ваши скажете? Вот как автолюбитель? Ну, инвалид первой группы. Кто? У нас два моста, да, инвалид первой группы у нас. Это какой? Вы про новый говорите? Да, новый мост, инвалид первой группы, а второй мост, инвалид второй группы у нас. Ну, тот уже, по-моему, не ходит, да, даже? Не-не-не, смысла нету даже. Скажите, пожалуйста, ну вот, он же новый вроде как, должно же все нормально. Ну, все отлично, в принципе. Это сарказм, да? Да, нет, не сарказм, прям реально говорю. Прям на танке ездим, как положено. Ну, я смотрю, у вас, да, давайте обратите внимание, у вас подходящая машина для семских дорог. Ну, с дорогами лучше стало? Вот два года у вас своя область. Нет, если честно, нет. Ну, что прям? Вообще никаких результатов я лично не вижу, абсолютно. Ну, дороги у нас нет, абсолютно. Есть дорога, освещения нету, есть освещения нету, разметок, абсолютно ничего нет у нас. Ждем, 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 ждем. Слушайте, ну, а про дороги, семей я даже говорить ничего не буду. Тут все по видео понятно. Мы про них обязательно спросим у Ранхаева. Теперь по нему. Как вы помните, в прошлый раз он к нам не вышел. Должен был потом, когда появится время, но нет, ни разу за год не позвонили. В этот раз я сам позвонил заранее. Был уже новый пресс-секретарь, который буквально на следующий день перезвонил и сказал, что Аким нас без проблем примет. Интересно, подумали мы и тут же выехали в регион. В итоге точной даты и времени мы так и не дождались. Вроде как завтра, а во сколько именно, непонятно. Мы, наученные горьким опытом, решили действовать на пролом. В один из дней, когда мы были в семье, проходил футбольный матч местного клуба Елемай. Это мы так добираемся до стадиона. Обратите внимание, целое озеро здесь. Нас на игру, кстати, сами позвали представители клуба, поэтому попасть на стадион с камерой не составило труда. Так вот, пришли мы туда в надежде найти Уранхаева, потому что сказали, что он ходит чуть ли не на каждую игру. Преданный болельщик. А еще, кстати, основатель клуба Елемай в 90-е годы. И в итоге мы не ошиблись. Как мы и предполагали, Аким Абайской области будет присутствовать на этом матче. Вон он стоит в вип-трибуне, в пиджаке, в белой рубашке и в очках. Пока мы думали, как попасть поближе к Акиму, нам рассказали еще одну интересную историю. Стадион пищевик есть, семипалатинский, в котором хотят построить новый стадион для Елемая. И его оценивают, хотят у нас забрать, оценивают 10 миллионов тенге. Там площадь огромная, 3000 с чем-то гектаров земли. Вы обращались куда-нибудь? Нет, вот, да, разговаривали, они оценку совсем пониженную делают. У нас там дома стоят, вот, есть определенная садовая улица, вот, стоит два дома. Сосед мой и я стою. Получается, земельный участок без дома, земельный участок соседа оценивают 10 сотых, 22 миллиона. Мои же 10 сотых, 9 миллионов. На вопрос, почему оценка разная, они говорят, оценщики разные. Я говорю, как понять, оценщики, одна улица по 10 сотых у него, 10 сотых у меня. Как, может быть, у него 22 миллиона участок стоит, а мой участок 9 миллионов. Никто ответ не дают. Вы независимых оценщиков вызывали? Уже апелляцию подали, суд проиграли. Они говорят, ничего не сделайте. Только верховный, и то верховный, говорит, вам не поможет. Как называется ваш стадион? Пищевик. Пищевик. А фамилия ваша? Айманов. Айманов. Хорошо, спросим. Еще один на одиночный пикет. И в Астане вот выйдем на одиночный пикет, получается. Потому что здесь... Когда? Завтра? Когда выезжаете? Он будет в одиночный пикет 25-го часа. Ну, мы один раз подали, нам отказали. Потом подал. Батя хотел вылететь, на самолет билеты взял. Ему сказали, вы не выезжайте, мы договоримся, сами здесь решим, туда-сюда. И все равно оценку ломают там, жесткая. Тут какие-то свои личные цели у него, ну, я так считаю. Хорошо, мы спросим. Но для того, чтобы спросить, нужно хотя бы подойти к нему. А он в випке, а пускать туда нас не хотели, мол, нас не было в списках. Пытаемся попасть вон на ту випку, где у Ранхаев. Но там говорят только по списку, да. И поэтому нас в списке нет, и нас пока не пускают. Ну, ждем какую-то ситуацию. Потом, опять же, сами представители футбольного клуба нам пообещали провести випку. И пока мы ждали на трибунах, начало происходить следующее. Болельщики увидели нашу съемочную группу и стали поддерживать. Активно поддерживать. Мне даже зрители показывают, что вон там у Ранхаев сидит. Все хотят, чтобы это интервью состоялось. Все. Страсти накалялись, и в итоге нас пустили. Болельщики обрадовались. Болельщики обрадовались. Спасибо большое. Я вот директор футбольного клуба «Илимайя». Здравствуйте. Здрасте. Приятно очень, что вы посетили матч. Видите? Просто смотрите, сильно болеем. Просьба в перерыве, если что-то. В перерыве? Да, в перерыве. Ну, сейчас видите сами. Очень важный матч для нас. А он не уйдет в перерыве? Нет, нет, нет. 100%. Все, мы тогда здесь подождем. Ходите, ходите, да. Все, спасибо большое. Мы подождали, посмотрели футбол, и когда наступил перерыв, пошли пробовать еще раз. Спасибо большое. Ну, вы нас тоже уважаете. Спасибо большое. Конечно, мы вас тоже уважаем. Я просто прошу, да. Да, да. Болт за нас немножко больше, чем, посмотрите. Я в шоке на самом деле, что у вас полный стадион. У нас здесь 25 лет не было ничего. Я понимаю. Поэтому, просьба. Потом мы хотим построить стадион новый. Пожалуйста. Будь максимум корректным. Вообще, завтра же обещали стать стадионом, да? Да, да. Я хочу просто сейчас подтвердить это на самом деле и все. И отпустить человека. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Асхат Ниязов. Я журналист, да. Канал обожаю. У нас с вами предварительная договоренность через вашего пресс-секретаря. Завтра, да? Завтра. Ага. Во сколько? Замуда. На графику. Крафт, хорошо. Сейчас иди, я просто... Хорошо. Я вас не отвлекаю. 10.30. Ищи? Вон, да. 10.30. В 10.30. Где? В Акимате? Да, в Акимате. Все, мы завтра в 10. Да. В 10.30. А, у нас обез будет? Мы с вами на обез поедем. Нет, мы сами на обез поедем. Мы когда будем за кайсию подъедем. Чтобы зря вам не отца. Примерно во сколько? В 10.30. Мы вам подскажем. Хорошо. Как вам игра? Ну, тяжелый пока. Нервничный? Переживает? Как все люди? Хорошо. До завтра. Не будем отвлекать. До завтра. Все. На следующее утро нам скинули адрес, и мы приехали. Как обычно, куча народу. Здрасте. А где Аким? А он еще не приехал? Еще не приехал. Получается, ждем. Оказалось, что Акиму показывали, как будут обустраивать этот парк и делать от НАУ. Ему показывали, а мы ждали. Не мешали. И вот настал час икс. Да, все, я собрался. Так, давайте место какое-нибудь в тенечке. Давайте вон туда в тенек пройдем, где домики. Пока будем идти, как раз запишемся. Хорошо? Ну, я вот так, если будете некрасиво жить. Ну, просто, чтобы времени не терять. Аскар-мурза. Сиды на кусатом изменения. А, конечно, конечно. Это вы для себя, да? Да, 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 да. Для себя. Для ранней публикации. Кто Ахмедова смотрел, тот поймет. Смотрите, вы сами локацию здесь назначили. У нас просто заканчивается здесь объезд. Ага, давайте говорите. По освещению этого объекта. Как мне сказали общественники, миллиард тенге было выделено на освещение. Всего, всей территории этого острова. Сколько, сколько? Ну, всего я на сколько. Нурбол Тульгенович? Идем. Нурбол Тульгенович. Ну, он сейчас точно скажет. Я таким городом. Вы, кстати, с ним встречались, если не ошибаюсь. А, да, да. Ну, Роман Тульгенович, сколько на освещение денег выделили? Да? Да, на этот объект. На этот объект, ну, максимум миллионов 15. Про миллиард я слышал. Нет, это на весь город. Здесь было на миллиард тенге 80 улиц, плюс еще набережная Сатпаева, плюс набережная. Я вас услышал, где-то примерно 13, ну, максимум 15. Вы видели, да, в Ютубе видео, как общественники подходят? Ты посмотри, что он делает, этот фонарь. Он вообще еле прикручен. Это, 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 то есть он болтается буквально на соплях. Вот, это не дело. Вот, эти фонари, если верить подсчетам, которые нам дали, они примерно, ну, общественники, они где-то по миллиону должны стоить. Их даже не прикрутили нормально. Тут еще хуже. Вот эти основания практически у каждого фонаря болтаются просто. Они не прикручены, хотя вот вроде есть гайки, но они не прикручены, они не работают. Не держат сам фонарь. Понятно, что они падают. Вот, как бы, столбы. Вот видно, как они из земли туда-сюда шатаются. Как вам качество, как сделали это освещение? Ну, я думаю, что качество среднее, конечно. Ну, в принципе, еще у нас есть где здесь работать. Также в этом видео было указано, что половина столбов не горят. Ну, давайте вечером придем, посмотрим. То есть, вы тут ждете, что горят, да? Я думаю, что надо прийти вечером. Вы же сказали, что здесь миллиард затратили. Так, что это не та информация, да? Ну, вот я вам давайте видео покажу сейчас. Новые фонари на острове действительно не работают. Причем не работает ни один, два фонаря. Не горит почти половина всех фонарей. Вот как остров выглядит с воздуха. Эти пятна черноты – не горящие фонари. Когда? Два месяца назад. Это что, не два месяца? Тогда что было? Почему тогда не горели? Ну, видимо, сгорели, перегорели. Половина? Вполне возможно. Вы знаете, у нас в городе порядка трех тысяч светоточек сегодня не горят, которые вот по КЧП у нас делаются. Вы, наверное, эту историю тоже слышали. Вы скажите тогда, вот эти объекты принят? Акиматом? Вот этот? Да. Конечно, это мы делали. Вот эти фонари все горят, и к ним вопросов нет, да? У меня точно нет. Если у каких-то правоохранительных органов есть, ну, пусть посмотрят. Потом мы искали тенек, где могли встать и в комфортных условиях записать интервью. Нашли. Ну, давайте начнем с семьи Урманы. Год прошел после пожаров. Вам тогда сделали, по-моему, строгий выговор, да, насколько я помню. Что было сделано за год? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что на самом деле это трагедия не только города, семей и области. Это все-таки трагедия, наверное, все-таки казахстанская трагедия, да? Это надо об этом говорить. Почему? Хоть и лес сам находится не на нашем балансе, находится в Министерстве экологии, земля все-таки наша, и люди работают наши здесь. Мы это прекрасно понимаем. Конечно, мы всю пострадавшую, конечно, мы семьям погибшим, мы оказали полную помощь абсолютно. Можно именно что перечислить? Ну, я прям, если говорить все подряд, наверное, не скажу, но такие крупные. Это, во-первых, денежные были оплаты не только от нас, не только с бюджета, не только с фондов, не только с того же фонда Хазахстана Халхана. Мы выплатили, ну, я скажу так, достаточно солидную сумму. Понятно, что человека не вернешь. Закрыли все кредиты абсолютно. Все абсолютно кредиты. Всем погибшим? Абсолютно всем семьям, погибшим, в том числе детям, женам и прочим членам семьи. Это раз. Кроме этого, получили все квартиры. Полностью мебелированные, обставленные, это все сделано. В принципе, все вопросы решены. Мы с ними со всеми на контакте. Полностью оказываем материальную помощь. Ну, то, что касательно всех государственных институтов, всех, то, что возможно применить, все поможет. Вплоть до того, что дети, которые, ну, скажем так, вырастут и завтра будут поступать в вузы до 23 лет, они будут получать степенью, то есть обучаться бесплатно и прочее, прочее. То есть все вещи, социальные меры поддержки, все предусмотрены. Мы вчера общались с отцом погибшего парня, который там погиб при тех событиях. Он говорит, глава государства обещал пособие. Да, я скажу вам, что этот вопрос в процессе. Но вы должны понимать, что есть вещи, которые не предусмотрены сегодня законодательно. Они должны пройти достаточно длительный, ну, такой процесс. Горько не хватило? Ну, во-первых, чтобы вы понимали, сразу, сначала пожароте никто не занимался, потому что было очень много проблем. Мы где-то начали с конца года заниматься. Поэтому, в принципе, я думаю, мало того, я скажу, что сегодня этот вопрос в процессе. Я его отсматриваю. Понятно, что это немного не моя компетенция, это компетенция правительства. Но там все с пониманием к этому относятся. Я думаю, ну, думаю, что до 1 сентября просто какое-то решение найдется. Подскажите, заработные платы подняли не всем? Вы про Семьорбана? Да. Ну, во-первых, было бы правильнее адресовать этот вопрос, наверное, к Семьорбана и к министерству. Вы сегодня отрелистованы, но вы же Аким областей. Да, я скажу решение, опять-таки, мы с министерством находимся в тесном контакте. Сейчас решение нашли такое, что все работники, они будут переведены как государственные инспекторы. То есть зарплату им повысят. То есть порядка на 200-250 тысяч. Ну, насколько так скажем информация моя. Сезонникам тоже повысят. Сроки? Ну, это, наверное, еще раз говорю, это вопрос к министерству. Я еще раз говорю, это разные бюджеты, разные процедуры. Я понимаю, но вы же звонили, узнавали наверняка. Я не просто звонил и узнавал, я просто вообще не нахожусь. А когда это вопрос они финально решат, ну, во-первых, я насколько знаю, буквально на следующей неделе еще на министр приедет. Я думаю, что, скорее всего, он сам это озвучит. По технике необходимо. Начнем с того, что у них раций до сих пор не хватает. Ну, то, что я бы скажу, мы с нашим, у нас есть в области общественный свой фонд. Мы со своего фонда 369 миллионов направили, приобрели технику, приобрели машины, все передали. Ну, кроме этого, с бюджета, с республиканской, с республиканской, от мин, опять-таки, экологии. Где-то на миллиард 300 они приобрели все это. Тем не менее, до сих пор есть нехватка. Ну, видимо, Москва не сразу строилась. Покупают, покупают. Все зависит от бюджета, от финансирования. Мы тоже помогаем. Окей, когда сроки опять же? Ну, год прошел, мы думали, спустя год-то все поставят. Ну, я еще раз говорю. Вот сейчас опять, видите, такой сезон, и у них там что-то произойдет, у них раций недостаточно. Ну, смотрите, сейчас понятно, о чем вы говорите. Ну, я скажу, работа, конечно, может быть, скажем, человеческому, ну, обывателю, скажем так, не видна. Ну, очень много вопросов решено. Во-первых, нам поставили сюда на дежурство вертолеты. То есть, и Бескаргайск, и Бородуликск, и у нас здесь, в аэропорту города Семей находятся вертолеты с водно-слиными устройствами. То есть, мы, как только появляется дым-точка, мы ее засекаем, если где-то она вдалеке, куда не успевает машина, туда прям сразу вылетает вертолет. То есть, это уже раннее обнаружение решает каким-то образом этот вопрос. Ну, что касается раций, еще раз повторюсь, мы то, что из бюджета могли, с нашего бюджета, мы и департамент ПЧС ежегодно, где-то в этом году порядка на миллиард, но там другие чуть-чуть системы оповещения, эти вещи мы дали. Ну, Министерство экологии, в общем-то, имеет свой бюджет. Смотрите, они отрицают, что работа была проделана. Я видел, что появились новые костюмы там, опять же, рации не всем, но появились. Но, опять же, им присылают машину, Успенское лесничество, они радуются, вау, классно, как нам нужно. Да, да, да. А ее не могут поставить на учебу. Я в курсе этого, я вам скажу, мало того, это покупали эти машины именно мы, то есть через фонд Авертис, по письму Семьор Манна, которые сказали, нам вот эти машины купите, вот вам счет, компания находится такая-то, мы купили им и отдали. Так, ну, они не могут на них ездить с весны. Ну, то есть, нет, сейчас этот вопрос решается, но, опять-таки, мы же не можем специалистам сказать, а может вы купите другую машину, не эту. Они говорят, нам именно эти машины, вот у этой компании, вот такие машины мы ими купили, ну, чтобы понимали. Да, сейчас в чем проблема вот этой машины в Успенском лесничестве поставить на учебу, чтобы они могли... Понимаются, это вопросы, наверное, скорее всего, стандарты, почему-то там вопрос... Евро-3, да. Да, да, евро-3, евро-5. А когда закупали, вы не понимали этого? Ну, я еще раз повторюсь, когда нам говорят, купите вот эту рацию, мы не садимся, не смотрим техспецификацию. А почему вы хотите эту рацию? Мы не приходим и спрашиваем, специалисты, они знают. Если это они будут закупать за бюджетные средства, они, естественно, будут техспецификацию готовить, будут готовить, проводить конкурсы и так далее. Мы купили по ищетам. А вот эти КАМАЗы, которые не могут пройти по местности, тоже так были куплены? Эти КАМАЗы приобретал Министерство экологии. Вопрос туда. Туда, к ним вопрос? Да, да. Ну, я скажу... С Акимата никто не контролировал, не помогал с этим процессом? Мы помогали только теми деньгами, которыми занимаемся. Да, мы контролируем, звоним, говорим, дайте помогите. Но, на самом деле, этот пожар, который был именно в прошлом году, он сказал о том, что туда, конечно, КАМАЗы не пойдут. Туда лучше ГАЗ-66. Да. Эту ситуацию нам... Тем не менее, закупают КАМАЗы. Ну, вопрос, я еще раз повторюсь, тем, кто закупает. Мы, в общем-то, свою работу, считаю, выполнили так, как нужно было. Смотрите, два года, как Кабайская область, наконец, семей получил статус областного центра. Все были счастливы тогда, два года назад. Два года прошло, приезжаю с людьми, общаюсь, не чувствуют они, что они стали областными. Что было сделано лично вами за эти два года, вот если вкратце? Ну, я скажу, наверное, опять-таки, есть очень много той работы, которую, ну, как я сейчас повторюсь, простому человеку не видно. На сегодняшний день, вот, допустим, к примеру, вот далеко ходить не надо. Мы же прекрасно понимаем, чтобы что-то значимое построить, ну, нужно, как минимум, проект с меддокументацией. Так же, да? То есть, проект с меддокументацией, что нужно, чтобы сделать? Нужно время на проведение конкурса, на проект с меддокументацией, нужно время на саму проект с меддокументацией, на изготовление и так далее, и так далее, и так далее. Это занимает огромное время. Мы пошли немного другим путем. Около 70, ну, порядка 70, наверное, проектов мы сделали за средства инвесторов. Мы попросили наших товарищей, это не только 7 платных. Пару примеров, чтобы люди поняли, что что-то делали. Ну, допустим, сегодня... Каких проектов? Проект, вот, допустим, сегодня строится у нас дворец школьников. Так. Инвесторы? Нет, строят не инвесторы, нам бесплатно проект сделали. Сегодня у нас проектируется дворец, мы как его назовем, конгресс-кол, на Левом берегу. Это большой, ну, скажем, театр для проведения мероприятий на тысячи человек. Его нам проектируют за свои средства базис, допустим. Сегодня проектируется стадион, его нам проектирует, опять-таки, биогрупп. Так, что еще? Нам проектируют здание, областную больницу проектируют, нам проектируют поликлиники. То есть, чтобы вы понимали, сегодня бесплатно за свой счет. И спроектировали, и строят школу Казминералс. То есть, все это, в общем-то, делается. Суперпроекты, они важные, они социальные. Однозначно. Но людям нужны дороги, например. Ну, смотрите. Вот смотрите, я вчера, вот мы с вами были на стадионе, я спускался, меня остановил местный житель и сказал, спроси у него про дороги. Он очень злой человек. Хорошо, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, 25 лет, вы сами сказали, области не было, два года только область, да? Мы в прошлом году сделали порядка 50 километров дорог. В этом году мы часть дорог уже начали делать, часть конкурс продолжается. Я вам расскажу, это и есть на самом деле такая большая проблема. Мы не можем провести конкурс. Мы объявили конкурс в начале года. И вот судятся, судятся, судятся. Последний раз, я не буду называть компанию, подала документы, я не знаю, из вредности, из чего подала документы. Две компании. Одна компания подала документы, ну как, пустографики, знаете, что такое? То есть пустые листы. Название написала и подала. То есть она, ну, фактически проиграла. Пока оформляли, он подает департамент. Да, мы знаем эти моменты, да. Это нужны законодательные изменения. Да, и то есть вот сегодня, в конце концов, пришлось, я сейчас скажу, мне сказать, ребят, ну, как надо это остановить, мы без дороги сидим. На самом деле деньги есть, все выделено, строить не можем. То же самое по нашему мосту. Вот только-только вот компания выиграла Алматинская, начинает, пока вы, наверное, видели, они порезали, ну, оконтурили все наши эти самые ямы, будут вот только вот, наверное, с этой недели. Давайте про какой именно вы можете говорить? Про который подвесной. Подвесной, новый мост, да, который называют. Его так называют. Да, да. Его будут наремонтировать. Вот, чтобы вы понимали. Потом, смотрите, ну... Давайте пока вот про этот мост мы говорим. Местные жители говорят, вот они ремонтируют, ночью закрывают его, да, там ремонтируют. Пять-шесть человек ходят. Говорят, почему нельзя нормальных людей нагнать, чтобы ночью максимально использовать это время? Давайте, давайте я вам объясню, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, смотрите, начнем с того, что сам по себе мост уникальный. Уникальный, он подвесной, он вибрирует. Нам об этом все, Аким, разговорят. Да, да. Ну, тем более, если вы это знаете, там даже... Сейчас они подготовили, я еще раз, для лапки. Проблема в чем? Если без использования этой мастики, я не помню, как она называется, она просто отщелкивается, этот асфальт. То есть, он из-за вибрации отщелкивается. Это раз, потом были дожди, сейчас не могли просто начать работать. К работе уже готовы, не могут начать, потому что, ну, на сухую надо ложить. Сейчас положат, я думаю, что вот. Скажите, когда этот мост приведут в надлежащий? Вот то, что мы золотаем, это вот в течение, я думаю, дней 20. Дней 20? Все закончили, да. И золотаете все ямы? Однозначно. Но, смотрите, у нас... А нормальный ремонт? Да, а у нас задача стоит сделать полностью ремонт. Ну, чтобы вы понимали, мы просчитывали, одна только полоса стоит порядка полтора миллиарда тенге ее сделать. Две полосы, две стороны, три миллиарда тенге. Это деньги. У нас по плану развития, комплексу плану развития, у нас этот мост стоит в проект. Проект у нас сейчас, я надеюсь, в сентябре месяце выйдет, и мы на будущий год это деньги получше финансированы. На будущий год? Да. Только на будущий. Мы идем к другому мосту, к старому. Давайте. Вот такие щели там. Ага. В каком? Старый мост. Ну, в смысле, который старый, на котором мы ездим? Автогружевой, да, гружевой. Автогружевую мост? Да, да, да. Ну, 60. Я понимаю, опасно же на нем? Опасно. Опасно. Мало того, вы, если видели, я приехал, я сразу до двух тонн ограничил разрешенный проезд машин по весу. Ну, другого пути нет пока. Да, он находится в предаваренном состоянии. Мы это прекрасно все осознаем, знаем. Мало того, вы, наверное, слышали, там, отвалились перила от старости. Правда, какой-то из наших специалистов подошел, сказал, ветром сдал. Ну, неважно, но тем не менее отвалилось. Смотрите, когда, если что-то случится, не дай бог, кто будет нести ответственность за это? Ну, наверное, как сказать, человек, который будет за это отвечать, наверное, есть. Это Акимат? Ну, как минимум. А вы глава Акимат? В том числе. Строится рядом, вместо него другой мост. Изначально сказали, что построится в следующем году уже должен быть. В 25-м. Сейчас мы посмотрели, там не бахнет 25-м. Ну, смотрите, если вы специалист в мостостроении, то наверняка я вам готов поверить на слово. Но деньги, которые необходимы для этого, выделены. Работа идет. Да, с финансированием были проблемы. Есть люди, которые выходили на нас, говорят, им не платят. Ну, заплатили уже. А почему изначально не платили? Ну, потому что генподрядчик не получил финансирование, не заплатил, чтобы подрядчик его вне расстался. Мы вмешались, решили буквально за два дня. Можете спросить, это на самом деле так. Сейчас темпы строительства в срок? Однозначно все будет. Ну, естественно, нас чуть притормозили паводки, вода чуть поднялась. Сейчас работают. Скажите, о каком области? Когда этот новый мост поступит? На следующий год. Сколько? Уже без 10. Нормально, мы успеем. У нас антитартизистская эмиссия, поэтому это самое. Да, да, да. Смотрите, вы... Что я тут спросить? В 25-м году его завершат. 25-й год, начало, конец, середина. Ну, я думаю, что весь, скажем, строительный сезон не отработает. То есть, осенью 25-го года? Да, я скажу вам, подвесной мост в ноябре сдавали. Ну, чтобы вы понимали. Хорошо, ждем. 25-й год, осень, Аким говорит. Так, идем дальше. Автобусы. Знаете, я несколько лет приезжаю в Семей, еще до того, как была в области, была проблема с автобусами. Потом приехал год спустя, как стало областью, оставалась проблема с автобусами. И два года спустя, до сих пор проблема с автобусами. Конечно. То есть, вы ходите сказать... Люди говорят, что их не хватает. Автобусов не хватать не может, потому что все наши маршруты рассчитаны под определенное количество автобусов. И мало того, я скажу, в прошлом году мы поменяли порядка, по-моему, 80 автобусов. В этом году еще бы менять порядка сотни. Но у нас задача поменять 250 автобусов. Мало того, ну, здесь устоявшаяся система перевозок. Люди, которые этим занимаются, они уже победили, выиграли. Когда закончится их конкурс, ну, тем не менее, мы им выставляем претензии, естественно, если где-то что-то, сходы бывают. Было такое, мало того, я скажу, зима 22-23, она была такая, достаточно сложная, и было очень много сходов из-за морозов. Что касается нехватки автобуса, ну, это, наверное, все-таки все хотят. Вот пришел и сразу сел на автобус и уехал. Наверное, такого нет у нас. И как, когда будет, я сейчас сказать физически не смогу, но опять-таки, я еще раз повторюсь, мы работаем, выход, у нас процент выхода, я, если не ошибусь, около 80. То есть сходы бывают, но процент выхода на маршрут 80. То есть это достаточно высокий. А правозащитники местные скидывали мне информацию, что 50 процентов? Нет, абсолютно нет. Вы должны понимать, что... Кто вам предоставил информацию по 80 процентов? У нас есть центр по пассажирским перевозкам. А, ваша, да. Городской. Городской центр, да. То есть... Я могу вам предоставить его сегодня, посмотрите. Ну, потому что... Именно по факту сегодня, как вы ходили. Люди мне говорят, что вот, проблема до сих пор. Ну, вам же люди сказали, что на это миллиард потратили. Вот вы прицепились к этому миллиарду. Хорошо, хорошо. Это правозащитники, а здесь просто люди, знаете, обычные, которые не разбираются в миллиардах, которые стоят на остановке и ждут свой автобус. Я вам другое скажу. Я помню, когда вы его интервьюировали, я там тоже посмотрел частично, когда вы спросили. Люди вам сказали, что Туранхай пришел и улицу назвал в честь своего отца. Я тоже это видел. Ну, мы же показали, что это вашего отца. Да, ну, вам же сказали, что это я приехал и переименовал. Мы для этого и существуем, разъяснять такие моменты. Ну, там, кстати, разъяснения не было. Ну, так. Я же сказал, что это вашего отца. Да, да, да. Но я его не переименовал. То есть это было в 93-м году. Я понимаю. Мы об этом и сказали. К примеру. Да, да, да. Поэтому не все, что влестит золото и не все, что говорится. 82% вот тут. Сегодня, да? Вот, пожалуйста. Я могу. По автобусам? Да, именно сегодня. Хорошо. Мы не в плане того, что мы... Мало того, я скажу, есть над чем работать. То есть я не в плане того, что мы хотим там себя обелить, сказать, о нет, у нас там 90% нет, у нас 82%. И самое удивительное, вы удивитесь, у нас мы сразу поставили электронное бюллетирование. То есть для того, чтобы по каждому человеку было понятно, зашел, оплатил, зашел, оплатил, мы это видим. Когда проходит эта оплата, мы эти перевозки субсидируем. То есть там не забылыш. Тех, которые хотят проверить, кроме общественников и других там желающих, много у нас проохранительных норм, которые все эти вещи отсматривают. То есть если мы скажем 82%, а по факту будет меньше, ну это уже прекрасно понимаем. Хорошо, смотрите, в прошлый раз, когда я был здесь, выпуск снимал, мне в комментариях писали, что я отдаленные районы не показал, что только пациенту прошелся. В этот раз я побывал в отдаленных районах, например, как Восточный, Восход, Водный, это вся одна сторона, да. Начнем с того, что у них воды нет? Согласен. Во-первых, смотрите, тут очень много вопросов. В этом году эта вода будет, это раз. В каком именно микроорайоне? Водным. Я про Водный говорю. Вы же Водный назвали? Восход, например, нет? Это все в одной стороне. А, окей. Ну, смотрите, чтобы было понятно, в этом году мы должны сдать... Подождите, микроорайон Водный называется? Там есть Водный, есть Восход. И Водный без воды, получается? Водный и Восход. То есть они подряд идут. Окей, так, сори. Ну, смотрите, чтобы понимали, это, в принципе, всегда была, ну, наверное, не черта города. Это Восточный, это были дачи. Ну, Водный, это уже был поселок. То есть это сегодня они как бы в черте города. Поэтому проблема в том, что, ну, скажем, нет воды. Но, опять-таки, проект есть, деньги выделены, работа идет. Канализация? С канализацией там сложнее. Там у нас даже школа построена на Восточном без канализации. У нас это огромная проблема. Мало-то у нас, у нас ливневки нет, если вы видите. Ну, ладно, ливневки, канализация, это же, ну, в 24-м году, это основополагающее для, как бы, современного города. Ну, поверьте мне, если вы посмотрите, у нас много где нет канализации. Ну, так, тем не менее, что у вас не делается по этому поводу? Работа будет проводиться, ну, ближайшие, скажем, 2-3 года этой работы не будет. Почему? Ну, потому что у нас есть более насущные проблемы, к которым мы не можем решить. Те же самые вода, дороги, тепло. То есть денег у нас не всегда хватает. А в этом году вода там появится? Однозначно. Мы в прошлом году эту работу начали, но работу уже сбили, батареи взводили. Да, водные. Ну, смотрите, у нас, чтобы вы понимали, в 2025 году у нас по плану область обеспечит 100% питьевой водой. 100%. Поэтому... Всю область? Всю область. Ну, я вам скажу, пример, я могу сказать такой пример. То есть у нас, допустим, на красном кордоне, у нас есть проект, мы тоже воду тянем. Но люди выходят целыми улицами, говорят, нам не надо воду, убирайте, прям выходит, не копает. А вот съездите, спросите. Вчера мне целую петицию принесли. Они говорят, против того, что мы воду тянем. Я говорю, подождите. Они говорят, у них есть своя домашняя вода, они воду берут из подземного водозабора сами, ее используют. Там-то воду... Денег нет у людей. Нет, там как раз-таки Жалдай хороший. Вы проедете. Это где? Красный кордон. Я даже адреса скажу. Где-то здесь город, город. А, город. Это прям город. И там хороший Жалдай, да? Жалдай хороший. Ну, окей. Хорошо, сори. Адреса дадим. Стадион Пищевик есть такой. Да. На него вместе хотят построить новый. Да. А сколько вы оценили эту землю? Я? Да. Ну, вы, наверное, понимаете, что я не занимаюсь оценкой. Мало того, оценкой и акимат не занимается. Хорошо, я вам расскажу. Опять же, вчера на стадионе ко мне подошел молодой человек, хозяин этого земли. Сказал, что ему дают 10 миллионов тенге и все. Вы там были на стадионе? Нет. Ну, съездите. Он мне говорит, что точно такой же участок дают 20 миллионов тенге. Такой же территории. Давайте так. Во-первых, начнем с того, что оценкой занимается специальная организация, которая имеет лицензию Министерства финансов, если я не ошибаюсь. То есть она кредитована. То есть это не вы, не я, не при нем, скажем, это стоит столько. Да, я знаю. Он пришел, оценил. Все. Когда человек не согласен, он подает в суд. Они подали в суд. Так. Суд посчитал, что там все правильно. Они подали в апелляцию. Суд посчитал, что все правильно. Ну, смотрите, ну, чисто логически, вот у них разные оценщики. Как разные оценщики, два разных могут, две суммы, один, то есть в два раза разниться, чтобы 20 и 10 миллионов. Смотрите. Соток столько же. Подождите. Давайте начнем с того, что вы зайдите на стадион, просто посмотрите. Земля, у него, не в его собственности, это арендованная земля. То есть не частная, чтобы вы понимали, да? Это раз. То есть вы в курсе этого кейса? Ну, естественно. Чего же я не в курсе? Он же тоже меня обвиняет, что я у него забираю в стадион. Да. Я знаю. Это же невозможно. Вы говорите, что вот оценщики, я здесь ни при чем, они так оценят. Давайте так. Я, как государство, всегда при чем? Что бы мне делалось? Вот, да, да. Но при этом вы должны понимать, оценку делает оценщик. Есть у нас суд. Суд поставит точку, скажет, что это стоит, допустим, 15. Мы заплатим 15. Он может своего оценщика? Независимо. Ну, пусть суд заявит. Это же его право же. То есть вопрос же не в том, что... Вот у нас, я вам скажу, вы, наверное, тоже слышали, у нас в центре находится котельный центр, так называется. Рядом с котельным центром у нас находится АЗС. По закону АЗС там находиться не может. Вот мы для того, чтобы взять эту АЗС, подали тоже в суд. Ну, потому что, ну, есть, так называемая, санитарно-защитная зона. Вы представляете, да, объект повышенной опасности, рядом находится АЗС. Давно, она исторически там находится. Мы сейчас ее изымаем. Он говорит, я хочу 200 миллионов, суд оценил им 120. Он сейчас вот запросил этого, как вы говорите, своего оценщика. Ну, точку поставит суд, и оплатим ровно столько, сколько скажет. Кстати, вот вы сейчас напомнили, я забыл. Важный вопрос по ТЭЦ вашей. В каком состоянии и к новому отопительному сезону? Ну, смотрите, вы можете пройтись, мы все, все объекты, которые нужны, готовим к новому отопительному сезону, мы уже начали везде ремонт. Вот я сейчас на обеде был, на одном из, на ЦТП-66. Мы везде начали, в том числе и на ТЭЦ, на котельных, везде. Никаких вопросов нет, я боюсь сам себя сглазить. Ну, мы будем готовы к отопительному сезону 100%. Без вопросов. Скажите, пожалуйста, несколько лет назад воду перестали горячую давать из-за того, что... Я вам скажу, это не несколько лет назад, это и сейчас этой воды нет. Да, да, да. Я подозреваю... Раньше-то она была. Ну, смотрите, вы должны понимать, для того, чтобы давать горячую воду, надо, ну, как минимум, сжечь уголь, да? Окей. Так же? Да. То есть, надо сжечь уголь, подогревать воду, и все это... А тепло надо куда-то девать, там же тепло еще будет, кроме воды. Раньше у нас работали турбины, они вырабатывали электрическую энергию, эти турбины сейчас не работают. Поэтому эта вода будет просто золотая, люди не смогут плохих потаев. Хорошо, поменяйте турбины, поставьте. Вот. Всего... Ну, это очень так звучит, как это... Пап, купи эту машину. Нет, я понимаю, о чем. Просто люди без воды, горячие. У нас, вот поверьте мне, это не выход из положения, но со строительством новой ТЭЦ, что это будет? У нас там на 360 мегаватт будет турбина. А когда она будет построена? По плану у нас стоит 27-й год. Еще три года будут без горячей воды. Ну, все мы на бойлерах. Поверьте, у меня дома тоже нет ее. У вас дома тоже бойлер? Да. А, ну да. Вы думаете, что мне... Мало того, я скажу, я недоволен качеством тепла. И в своем доме тоже. Ну, и на этом моменте про его дом как раз мы и перешли к самой фигуре Уранхаева. Как вы считаете, деньги не пахнут? Вот, риторически такой вопрос. Ну, я не занимаюсь строительством туалетов, если вы об этом. Нет, я не об этом. Хорошая шутка, но я не об этом. Да. Ну, в смысле, как понять, деньги не пахнут? Вы хотите сказать, деньги заработаны любой ценой? Да, да. Нет, конечно, нет, конечно. Есть определенные люди, принципы. Хотя, наверное, у людей разных, разные принципы. У вас какие принципы? Абсолютно правильные. То, что законно, так и должно быть. Только по закону. Смотрите, букмекеры у нас еще законны? Конечно. Но как вы к ним относитесь? К ставкам? Ну, знаете, мне эти вопросы задавали я на СЦК выступал, на других площадках. Я на это уже ответил. Пожалуйста, продолжайте. Сейчас, секунду. Вы же, наверное, когда со мной встречались, наверное, готовились, ну, наверное, поднимали прессу. Ну, вы же слышали мой ответ? Как я отношусь? Я отношусь отрицательно. Отрицательно. Как к самой игре, как к ставкам, я абсолютно отношусь. Абсолютно отрицательно. Скажите, пожалуйста, почему же у вас по всему городу реклама букмекерских компаний? Ну, это вопрос, наверное, в большей степени к закону. Там, где разрешено, они ставят. Сегодня, насколько я знаю, по рекламам у нас, по-моему, какие-то ограничения есть только на спорт-объектах или что-то такое. Ну, я думаю, приведут соответственно. Ну, смотрите, я же был в многих городах и в небольших, и в больших областных центрах. Я нигде не видел столько рекламы, как в Синей. У вас есть улица, там просто вот на каждом шагу утыкано. Я вам скажу, вы будете удивлены. Буквально недавно мы приняли правила благоустройства. Нармал Трульевич, когда мы их приняли? 28 числа будет на областном маслеходе. Да, мы их утвердим. Мы сейчас именно по рекламе работаем, мы их хотим упорядочить. Мы прекрасно понимаем, мы все это видим. Если вы думаете, что нашему глазу это неведомо, у нас все замыли, мы прекрасно видим. Первым делом, когда мы приехали, сразу сказал, вы, наверное, в курсе, у нас там уже мечети даже реклама ставили. Мы были вынуждены содрать, и мурал сделали обае. Конечно, мы прекрасно видим. То есть вы можете их убирать, правильно? По закону. Все только по закону. Но вы сделали возле мечети? Делаем, и будем делать. Но по городу очень много. Ну, вероятно. Ну, давайте так, подожди. Сейчас вот работаем над этим. Сейчас, сейчас работаем. Давайте мы правила благоустройства нададим и покажем, что мы уже начали делать. И что мы... Да, конечно, есть те же самые рекламодатели, вернее, держатели этих конструкций, они, конечно, многими вещами недовольны. Мы, конечно, хотим сделать так, как в Алмате, в Астане, сделать такие LED-краны, чтобы было, ну, такое, скажем, современное, ну, такое пространство, и чтобы рекламы были современной. Мы этим занимаемся. Я читал... Контент... Опять я же повторюсь. Контент по закону за рекламодателем. Я читал это сначала в телеграм-каналах, про то, что вы как-то связаны с 1xbet-компанией. Потом я читал расследование моего коллеги Дмитрия Шишкина, он тоже углублялся в этой теме. Выяснилось, что вы, оказывается, футбольный клуб «Елимай» один из основателей с вашим братом. Я могу, если вы так смотрите, что я недостоверно вам говорю. Нет, 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 давайте я скажу так. Я основатель футбольного клуба «Елимай», который был в 94-м году. Так. Вот этот, который трехкратный чемпион Казахстана. Да, абсолютно верно. Без каких-либо братьев я сам один. Так. Аскар Уранхаев чем занимается? Нет, нет, нет. Аскар Уранхаев, он занимается, насколько знаете, сегодняшним каким-то суперболом, футбольными делами. К управлению клуба «Елимай» он никак не причастен? Ну, он, скажем так, как это обычно говорят, методическую помощь оказывает, да. Сегодня контрольный пакет акций кому принадлежит, Акимату? Чего? Футбольного клуба. Это абсолютно частная организация, это акционерное общество. Разве Акимат не выделяет? Абсолютно. На футбольный клуб, на футбол в целом выделяет, около 2,2 миллиарда, это в том числе, чтобы вы понимали, это наши детские школы, это футбольно-молодежная команда. На футбольный клуб «Елимай» сам со всеми его, ну, я думаю, порядка миллиарда-полтора. Да, я могу ошибиться. Да, так оно мы говорили. Да, плюс-минус, да, я не. Выделяется все-таки Акиматом, получается? Да, конечно, бюджет в области, да. Бюджет в области. И вы, получается, имеете отношение к футбольному клубу «Елимай». Вы его в 94-м году, да? Секунду, это другой клуб. Хорошо. Смотрите, «Елимай»… Абсолютно другой номер. Один «Эксбет» спонсирует «Елимай»? Насколько я знаю, нет. Ну, как нет? У вас везде их реклама на футбольный. Поверьте, сходите. Я-то вчера был, у вас есть автобус, который возит футболистов, и там две рекламы «Один «Эксбет». Ну, возможно, я не знаю. Ну, почему они висят? Ну, видимо, потому что спонсируют, наверное, я не знаю. Ну, возможно, я не знаю. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы не разбираетесь в этом, кто спонсирует «Елимай»? Я могу сказать… Один «Эксбет», опять же, мой коллега Дмитрий Шишкин делал расследование. Один «Эксбет» очень спортирует клуб «Елимай». Во всяком случае, до сегодняшнего. Очень это как? Может, у вас есть изменения какие-то? Не-не-не-не. Я могу сказать, что точно у нас основной спонсор не «Эксбет». Это однозначно. Я, насколько знаю, у него другие спортивные проекты. Поэтому, наверное, я ошибаюсь. Может быть, сейчас по-другому как-то это контролирует? Не-не-не, даже мы будем говорить, что мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим. Да. То есть вы отрицаете, что Один «Эксбет» когда-то спонсировал клуб «Елимай». Я не отрицаю, что он когда-то спонсировал «Елимай», но я говорю, что это не основной спонсор. Если он спонсирует, то, наверное, какие-то небольшие деньги. Небольшие деньги? Ага, хорошо. Вот смотрите, и теперь складываем. «Елимай», «Один «Эксбет» в вашей области», по областному центру, везде. «Один «Эксбет»?» Нет, другие букмекеры. Я не знаю, как они там между собой, это, понимаете, хорошо, не «Один «Эксбет», другое мы не будем рекламировать, и вообще «Один «Эксбет»» нельзя рекламировать. Ставки – это плохо. Ставки губят ваши семьи и вообще разрушают все в нашей стране. Но, и вот поэтому как бы у меня вопрос, какое вы отношение имеете к «Один «Эксбет»?» Ну, я еще раз повторюсь, я один раз уже отвечал, и сейчас отвечаю, я никакого отношения не имею, ни я, ни члены моей семьи, ни мои дети, ни жены моих детей. Не имеете? А не имели раньше? Да, не имел в жизни. В 90-х, может. Ну, я, насколько знаю, в 90-х у меня «Эксбет» не было. Да, ну, когда они пришли? Нет. Как раз говорят, что вы были как раз один из основателей «Один «Эксбет» в Казахстане. Наговаривают. Наговаривают? Ну, конечно. Ну, во-первых, смотрите, вы просто одно для себя поймите, то, что законом не запрещено, это разрешено, значит, правильно? Так. Если бы я там был, я, как государственный служащий, обязательно должен указать декларацию. Вы же понимаете, что я задаю декларацию, я, встречаюсь с моей супругой, то есть не может там быть, если даже это я там был, я имел полное право, допустим, передать его в доверительное управление или еще что-то и так далее. То есть этого нет. То есть мне нечего скрывать. Знаете, как у нас бывает в стране, на кого-то переписывают, и все, и вопросов никаких нет. Я еще раз скажу, да даже могу сказать, ну так скажу, по большому секрету, это уже не единожды проверялось после всех этих разговоров, публикаций, это просто проверялось. Скажите, вы не бедный человек, правильно? У вас большое состояние в семье. Ну, я не готов с вами это обсуждать. Почему? Ну, почему я должен с вами обсуждать? Потому что вы сильный служащий. Да, у меня все в декларации указаны, если вы об этом. Сколько на сегодня ваше состояние в вашей семье оценились? Все у меня в декларации указано. То есть это открытая информация, правильно? Ну, конечно. Озвучите ее, пожалуйста. Ну, я считаю, что те, кому это нужно узнать, обращаются в налоговый орган, поднимают декларацию, смотрят. Ну, мы же просто можем показать эту цифру. Покажите. Никаких проблем нет, я же не скрываю ее. Какие бизнесы у вас есть у вашей семьи? Какие бизнесы у меня есть? Ну, понятно, что сейчас в Айкин. Ну, аренды там всякое такое, все. Ну, недвижимость. Да, да, да. Ага, еще что? Все? Все? Да. В вашей семье? Недр у нас нет, если вы в этом. В каких-то компаниях, ну, кроме тех компаний, которые что-то задают в аренду, свое имущество, мы нигде не стоим. Ни я, ни жена. То есть у вас нет какого-то огромного состояния? Все же в этом мире относительно. Ну, конечно. Поэтому для кого-то и сто долларов огромное состояние. Знаете, ответ такой обтекающий. Ну, какой вопрос, такой ответ. Поднимайте мою декларацию, там все написано. Откуда же тогда у вашей дочки столько денег? Ну, давайте так, начнем с того, что до моей дочки, я думаю, что точно у вас дело быть не может никаких. Это раз. Во-первых. Вы видели, какая реакция общественности была? Мне, то, что там, еще раз говорю, здесь тоже миллиард денег. Да, забудьте, пожалуйста. Я извиняюсь, что я назвал один миллиард. Это не так, хорошо. Смотрите. Вопрос в другом. Дочка у вас. Сейчас, секунду. Во-первых, я еще раз повторюсь. До моей дочки у вас вообще дела быть не может. Вот есть у вас своя дочка? Ей занимайтесь. Чтобы она, по-своему я скажу, моя дочь буквально на днях получила диплом, закончила Московское государственное институт международных отношений. Она приедет в Казахстан, будет работать. Вы увидите и посмотрите. То есть, если там то, о чем говорят, там какие-то там непонятные деньги или еще что-то, у нее есть такая же банковская карта, на которой эти деньги. Проверьте движение. Вообще-то какие проблемы? Это же нормальные. Смотрите, просто обычно там были публикации и там были вещи. Ну, если вы смотрите, скажем так. Это ее инстаграм-аккаунт. Нет, секундочку. Инстаграм-аккаунт я тоже видел. Там было пять разных девочек и везде писали, что это моя дочь. Если хотите, я готов вам показать. Поэтому я не считаю, что это даже стоит обсуждать. А, то есть в этих публикациях у вас же не было дочек? Дочек моя была. Да, но то, что там написали, может там все что угодно написать. Ну, вы же понимаете, что... Хорошо, давайте последний вопрос, и мы закончим. Ваша дочь не ведет такой роскошный образ жизни, как это показалось? Она ведет обычный образ жизни студента. Студент. Снимает квартиру, не живет в общежитии. Ну, у нее нет машины, она не летает на чартер, что там еще. Люксовая одежда, люксовые бренды. Ну, смотрите, что вы считаете? Вот это тоже бренд, я так понимаю. Ну, это не люксовая, это 19 тысячи мест. Ну, я не знаю. А у нее миллионы. Ну, что вы увидели за миллионы? Сумочки там. Ну, о чем говорить? Я считаю, что не стоит по фотографиям, кто-то там ее описывает. Это абсолютно абсурд полный. Абсурд? Абсолютный. Что вам подразумевает по словам абсурд? Ну, не носит она сумочки за 20 миллионов там, чего там, тенге или так далее. Ну, нет такого, это же полностью, просто кому-то захотелось сказать. Я же повторюсь, сказали там, что это штука. И вы же прекрасно понимаете, при должном умении и хорошем подходе можно там раскрутить все, что угодно. Вы же понимаете. Я это понимаю. Ну, ты все, весь разговор. Я вас услышал. Кому-то захотелось. Кому? Я не знаю. Кто-то хочет очернить вас, что ли? Да, не меня, честно говоря. Все, кому нужно знать обо мне, все прекрасно знают. В обществе это очень сильно воспринялось, потому что в вашей области в том числе есть люди, которые очень плохо живут. И когда они видят, что дочь Акима ведет абсолютно роскошный образ жизни. С чего это они взяли? Ну, по фотографии. Ну, это же абсурд. Это настоящий абсурд. Я говорю, она приедет, посмотрите, можете сходить и взять в нее интервью. Она нам расскажет, насколько она роскошный образ жизни ведет. А что вы говорите? Хорошо, договорились. Мы тогда возьмем потом интервью у дочки Акима Абайской области. Все, договорились. Вот, я знаю, вас уже торопят несколько раз. Последний вопрос, который просят задать меня все жители Абайской области. Два года как область, но они до сих пор не ощутили, когда они ощутят на себе, что наконец у них есть свой бюджет, своя область. И они будут жить в нормальном хотя бы областном центре. Я уже не говорю про село. Смотрите, если вы хотите что-то посмотреть, ну, во-первых, смотрите, вот вы в квартире живете, в доме? Да, в квартире. Вы давно и купили? Три года, четыре года назад. Ремонт делали? Ну, такой, добавлял от себя, потому что она уже была с ремонтом. Ну, вы вообще когда-то ремонт делали? Да. Сколько времени тратите? Ну, лично я где-то около месяца потратил. Нет, нет. Не года добавлять, а чтобы ремонт делать? Ну, бывает, да. Хорошо, моя подруга Назымгуль три месяца делала ремонт. Нет, я думаю, что... Хорошее строительство дома или делать ремонт, ну, это от шести месяцев до года. То есть, если прям подходить сам. То же самое касается нашей области. Ну, то есть, мы за два года сделать ремонт во всей области не сможем. У нас слишком много вещей, которые нужно выжить. Вы же говорите, тепло, электричество, дороги. Это те, скажем так, то, что лежит на поверхности. А у нас, на самом деле, же есть. Вот мы в этом году будем строить 65 объектов здравоохранения. Маленькие фапы, медпункты. Это надо делается. Мы начинаем делать школы. У нас в области 8900 мест ученических дефицитов. Ученических мест. То есть, нам необходимо строить школу. Начинаем строить. Начинается строить производство. Начинается строить ТЭЦ. Нам это обещали много-много лет. Начинаем делать дороги. Другой дороги. Сколько в этом году? 40 улиц сделаны. Вот в этом году 40 улиц сделаны. Смотрите, у нас в городе тысячи с лишним домов многоэтажных. У них 572 двора. Мы за эти два года около 150 сделали. С учетом этого года. С учетом нынешнего года мы 150 дворов отремонтируем. Из 572 это даже не 30%. Остальных ждут. Поэтому работу слишком быстро люди увидеть не смогут. То, что мы делаем, она, эта работа делается. Но, опять-таки, когда у тебя на каше слишком, вернее, на тарелке слишком мало каши, ее приходится размазывать. То есть, надо делать. У нас же есть не только город семьи. У нас есть и районы. У нас много, в общем-то, сложностей. Область, как, в принципе, состоялась. Налоговые поступления есть. Все показательности хорошие. Да, нужно время. Это надо понимать. И волшебной палочки ни у кого нет, чтобы взять, махнуть и все в одночасье, чтобы произошло. Поэтому немножко нужно время и терпение. Я понимаю, что не всем это нравится. Все хотят сейчас и сегодня. Но так не бывает. Какой раз мы про дороги говорили, вот заявление есть. Короче, обращение на вас. Область Абай, село Малая Карасу, Жарминского района. Знаю. Да. Просит дорогу с Малая Карасу до Алматинской области, пробежуток 38 километров. Ну, смотрите, мы сегодня делаем в ту сторону дорогу на Бакарчик. А это еще чуть-чуть дальше. Но я думаю, что в этом году точно не будет. Надо посмотреть. Я так не скажу, надо посмотреть. У нас же есть планы. Были там в этом районе? Я, конечно, был. Люди поднимали этот стоп? Люди всегда поднимают. В Бакарчике, когда был, поднимали вопросы. Люди всегда поднимают. У нас с дорогами не так хорошо. Даже в таком благополучном районе, как, допустим, та же самая Бородурка, насколько я знаю, вы там были. Там дороги очень плохие. Хотя, казалось бы, самый благодатный край у нас после Уржавы. А у Спенки вообще нет дороги? Вот, видите. Дороги. Ну, там, кстати, нужно начать. Да, нам об этом говорили. Есть, есть сложность. Поэтому мы как раз там начинаем. Вроде такой край хороший, а с дорогами беда. Я вижу, что вы торопитесь. Вот смотрите, пользуясь случаем нашей программы, вот наша камера. Будет смотреть жители Абайской области. Очень переживает. Многие не любят вас, потому что, там, богатые вы, а не бедные. Не увидят каких-то результатов в Абайской области. Скажите, вот, пожалуйста, обращение к жителям Абайской области. Вот таким уранхаев мы его нашли, как и вы просили. Нет, во-первых, я ни от кого не бегал, не принялся. Говорит, нашли. Мы в прошлом году к вам приезжали. Вы в Курсквитере. Вы можете еще через год приехать. Вы же заранее не договорились. Давайте начнем с этого. Ваш пресс-секретарь, тот, назым, сказал, когда будет время, мы позвоним. Было такое? Возможно, я не знаю. Ну, год прошел. Но, тем не менее, вы позвонили. Сейчас никто не бегал. Сразу? Да, сразу. Но в прошлом году... Поэтому давайте передергать не будем. В прошлом году я вас... Я понимаю, вы хотите побольше негатива, но где негатива искать не надо. Я не хочу побольше негатива, я говорю, как есть. Правда, я говорю, да. Я могу сказать одно, что все, что запланировано, наша область получит. Все будет построиться, и дороги, и школы, и ТЭЦ построят. Железо-дорогу начнут строить, бизнес будет развиваться. Все будет. Надо немного времени. Все просто. Арифметика обыкновенная. Немного времени, терпения, все будет. То, что за 25 лет накопилось, за 2 года, решить, ну, на самом деле, невозможно. Не потому, что мы не хотим. Мы тоже хотим взять и, чтобы все сразу решилось. Но все решается. Это была Акима Байская область. Спасибо большое, что выделили деньги. Удачи вам. Деньги? Ой. Повторите. Спасибо, что время выделили. Кстати, хорошо, что записали. Надо это показать отдельно. Да, и вырезать, что мне. Да, да, да. Спасибо вам большое. Удачи. До свидания. Всего доброго. Деньги. Ключевое слово. Вот такое интервью и вот такой выпуск у нас сегодня получился. Семей, я всегда относился к вам по-особенному. Даже не могу объяснить, почему. Может, из-за того, что вы тоже пострадали от правления Ахметова, даже больше, чем Усть-Каман. А может, из-за того, что вам вроде дали свою область, но жить лучше не стали. Не знаю, просто хочу, чтобы на вашем примере показали, как восстают из пепла города. Вот. И леса, кстати, тоже. У меня все.